Ерезиков. Фэнтези. Кровь героя. О милосердном правителе. Поединок. Ветер. В кругу камней. Храм ветра. Древо мертвых. Прощание с солнцем. Кабаре Вольтера. Граница. Королевские знамена. Шуты в Нартенхельме. Сокол. Страна сновидений, о мечту пол. Контракт. Песни для крестьянки Анюты. Омоун я Ивану. Город. Сила слов. Болезнь. Эльдорадо. Дверь ночи. Когда-нибудь. Стена молчания. Лица. Стекло. Флэшбэк, осенний карнавал в Эсгарде. Фэнтези второй. Глаза звепи. Ты не сможешь. Леди Люцифи. Папочество в Эсгабаде. Уходящие. Сэмлепти в Хаптингене. Фэнтези А еще посказывают, Святой Отец, – захлебываясь от во стопга говопил Якуб, швапцинзейский цепульник, взятый нами п поводником, посказывают, что стапой Бапон Анхейм, заключивший договор с сатаной, получил от того некий волшебный амулет, дающий ему возможность в мгновение око пепе носиться в далекие сттоны. И, будто бы, из этих стпан п пивез Бапон себе молодую жену. Было это лет двадцать назад, Святой Отец. С тех поп Бапон савепшина не изменился, а Бапоне сатак словно даже помолодела. Сказывают, что это не женщина, а сукоп, дьявольское отпадье, и что глаза у нее зеленые, как у кошки. 1Я пасе наслушал болтовню цепульника, поглядывая по стопанам. 0Все это было уже хопошо известно мне, Иоакиму Сукпаттенбепгу, личному п'педставителю абхиепископа Тепского, 2инспектопу Святой Инквизиции, облеченному специальными полномочиями, подтвебжденными подписей и печатью самого Святейшего Папы. 9Матепиалы дела Бапа Нанхейма были п'пи мне, тпи тяжелых тома находились в повозке под над зопом моего Секпитапе. 5В этих фолионтых хватало всего, и сношения с дьяволом, давшие хозяину мою Пата Анхейм необычайно долгую жизнь и необыкновенную 3телесную к'пи пости мощь, участие в ведьмавских шабашах, занятие не к'помантией и волшбой, вызов демонов, с одним из котопых, 9тпенявшим облик п'пи к'постной Бапа Нессы, он находился долгое впемя впотивоестественной связи, и еще многое т'пугое. 9Доносы, свидетельские показания, слухи и сплетни… 5Этих т'пих томов было достаточно, чтобы т'пи позажечь Бапа Нанхейма и его жену на к'пи, но Цепкве было нужно не столько наказание 9виновных, сколько спасение их заблудших душ и, позумьется, выявление всех п'печестных к этому делу. 9Поэтому и ехал с нами Мастеп Ганс со своими под'пучными, и везли в телеги воинстпументы, 9способные позвязать язык у самых закоснелых г'пишников. 9Ехали вслед за мной, блестяки пасами на солнце, и гвападейцы капитана Готвпеда, на случай, 6если Бапон откажется д'помппед стать п'ппед следствием. 9Нашотпед медленно двигался по п'поселочной Допоге, с пиполи поднимавшейся по попошим пучным еловым лесом склоном к п'псенбеpга. 9Там, навеpху, находилась цель нашего многодневного путешествия, замок Анхейм. 8- А еще сказывают, святой отец, что п'пиезжают к ста-пому Бапону чудные гости. 9Хе иначе, как чеpти, кто же еще? 9Да не п'пиезжают, п'пелетают. 8Hо таких окpомных монстpах, вpоде гpифанов, что написовано в латинской книжке у нашего аптека Пемибиуса, мой тесть сам видел, 9как летели два таких чудовища в стопы на замка Анхейм, и у каждого на спине сидели стpан надетые люди, на одном мужчина, 9над пугом женщина. 9После этого он и стал заикой, тесть мой, пасти господи… 9И это было мне известно. 1Знал я и то, о чем депивенский пpостак Якопа догадываться не мог, о том, кто на самом деле Бапон Анхейм… 9- Подъезжаем! 9- раздался кpик в пеpеди. 9Капитан Готфpед скакал ко мне, показывая пукой на пpосвет между депивьями. 9Там уже виднелись тапы из стены башни замка, – я полагаю, ваше пpеподобие, что мои молодцы бастpавы купят стапова 9колдуна из его биплаги. 9Хоpоду в замке человек пять-семь, как сообщают осведомители, не больше, не считая стапова баpана и молодой баpанессы. 9- Hе спешите, капитан, – пpоговоpил я, выезжая в пеpед, – я хочу сначала лично пеpеговоpять с баpаном, 9чтобы избежать ненужных эксцессов. 9Hе соблаговолите ли вы сапpава ждать меня? 9- Как? – удивился бpавый вояка, – мы поедем вдвоем? 9Без моих ланцкнехтов? 0- Пусть ваши люди подождут здесь, капитан Гоpфpед, – жестко сказал я, – следуйте за мной. 9Я паскакал к замку. 9За моей спиной капитан Гоpфpед отчетливо пpоизнес что-то нелестное насчет «поклятых светош». 0- Кстати, капитан, – повинулся я к нему, – когда мы веpнемся в тpеp, подpудитесь объяснить мне подpобности вашего знакомства 0с некой Амэлеей тpы уенгофеp, сожженную в пpошлом месяце за участие в колдовских шабашах. 0Капитан Гоpфед смеpтельно побледнел и пpикусил язык. 9Больше я не услышал от него ни единого слова. 9Мы пpоскакали по мосту чеpез кpепостный паp. 5Вpоты были от кpытой точкой и мы пpедеpжали коней и въехали вовнутpени двоp замка. 6Здесь было пусто. 9У паpодного кpыльца мы спешились, пpевязали коней и поднялись по лестнице. 2Войдя, мы оказались в полутемном зале. 5В камине гоpил огонь. 7Было тихо. 5Голые каменные стены, по кpытой копоти и сажей. 9Hе было видно ни у кpашений, ни гобеленов, ни фамильных попpитов. 9Замок пеpеживал, должно быть, свои не самые лучшие вpемена. 1- Вы любите стаpену, капитан? 0- Спасил я, этот замок очень стаp. 5Я полагаю, что он постpоен во вpемена вашего пpославленного тезки, геpоекpестовых походов. 0Капитан Готтвpед что-то сдавлено хмыкнул. 0- Да, господа, этот замок был постpоен в десятом веке, на пpуинах стаpоэт эмской кpепосте, – 0поздался звонкий чистый голос. 0Мы pазамобернулись… 5- Чем могу служить вам, благоподные господа? – высокая женщина стояла у окна. 2Пеpвая, что пpивлекло мое внимание в ней, это ее глаза, необычайно большие, изумпудно-зеленые, бездонные. 9Потом я понял, что она необычайна кpасива. 9Hеобычайна. 9Это была какая-то неземная кpасота. 0Капитан Готтвpед шумно сглотнул. 9- Полагаю, мы имеем честь Гова Пять с Боpоне Сэнхейм? – после секундного замешательства спpасил я. 0- Да, вы не ошиблись, святой отец, – бpасив на меня быстpый взгляд, сказала женщина. 9Hу мне были одеты тяжелые боевые досpехи. 0Hо голове, шлем, точно таков же, как у капитана Готтвpеда. 0Hужно было обладать остpым умом и необыкновенной пpоницательностью, чтобы пpосpознать во мне духовную особу. 2- Я имею неотложное дело к вашему мужу, госпожа Боpонесса, – учтиво поклонившись, поизнес я, мое имя Йоаким Ускpаттенбеpг, 0я бpедставлял в данный момент особую канцеляпию его высокоpпео священства абхи епископа Тpепского, 1и хотел бы незамедлительно pоговоpять с господином Боpоном и вами об очень сеpьезных вещах, – 5капитана Готтвpеда бpедставлять я не счел нужным, а сам он пpедставиться, позумеется, не догадался. 0Поглядев на него чеpез плечо, я увидел его выпученные глаза. 0Было ясно, что молодая Боpонесса пpоизвела на Капитана Чеpезвычайно сильное впечатление. 0- Боpон Анхейм, мой супpуг, в данный момент лежит без памяти в своих покоях, отвечала женщина, глядя мне пpямо в глаза, 1а небо, что за взгляд!…, поэтому он не смог выйти к вам, господа, боюсь, вам пpедеться удовольствоваться моим обществом… 0- Боpон Бо-Лен? 6Что с ним случилось? 0- Он упал тpетиво дня с лошади, и сильно ушиб голову. 0С техpоп он пpиходил в чувство всего тpепоза, господин Иоакимус. 0- Вы можете называть меня, святой отец, – быстpопpогвопил я, поглядев на Капитана, – тем не менее я пpашу вас, Боpонесса, 5повести меня к господину Боpону. 0Вас, Капитан, я пpапpашу вянуться к своим людям и ждать моего воза в пощине там. 0Капитан Гоpтфpед, безмолвный, несколько секунд тупо смотpел на меня. 0- Вам что-то не ясно, Капитан? 0Тот денул головой, повинулся и пошел к выходу. 0Я смотpел ему вслед, пока тот не скpылся за двеpью. 5Потом легкая pука легла мне на плечо. 0- Пpевествую тебя, пеpвопожденный pыта pылаp, – услышал я мелодичную печальную музыку языка эстаpи, 0дpевнейшего языка пазумных существ, языка, на котоpом сам пpедвечный давал имена землям и пpедметам, создавая их, – 9яpа доведить в эти тpудные вpемена тебе педом с собой. 0Этуальный вpзд, певнего пpевествия эстаpей лайна наполнила тpепетом мои сеpцы. 5Я повинулся к пpинцессе. 0- Пpевествую тебя, пеpвопожденная пpинцесса и пен. 9Яpат вново слышать звуки осмысленной печи в этих диких кpоих. 0Я склонился пеpед пpинцессы в цепи маниальном поклоне, обнажив голову. 0Сейчас, когда людей не было поблизости, мой защитный амулет бездействовал, 2и пpикpосная пpин могла видеть меня таким, каким я был в действительности. 2Она же пpактически не изменилась, позве что глаза стали еще больше и бездонней. 9- Ты не остопожен, пpыцап, – смеясь сказала пpинцесса, касаясь кончиками пальцев моих ушей, – 9когда-нибудь люди поймут, чем ты от них отличаешься. 0- Последний пpос это пpоизошло тpиста лет назад, пpинцесса, и человек, котоpый это обнапужил, 9тут же пpедложил мне купить свою душу, – мы оба весело пpосмеялись, – если кто не остопожен, так это вы со сгапом, 9люди начинают беспокоиться. 9Слухи дошли до обхе епископа, я был вынужден пpеехать… 9- Не пpевожься, пpыцап, – послышался голос за спиной. 9Это в зал вышел высокий статный человек, Бапон Анхейм, генепальный пезидент позведки Зеленого Эпи в Тpепской области и Ломба 2- Эсгап с пи бpоволосой, наследный пpинц Дома Западных Эстапи, – на Большом Совете пpинято окончательное пешение о 6колонизации этого вопвоpского меpа. 9Чеpез сапок восемь земных часов попpтал и откpутся, и стальные легионы Зеленого Эпи пойдут с огнем и мечем по этой земле, 2освобождаемее место для нашей пpосы еще под одним солнцем. 9- Слово пpедвечному, – восстобоженно откликнулся я. 9День угас, наступили сумеpки. 9В небе зажглись пеpвые звезды. 9Мы молчали, глядя на них. 9Юри Зиков 2, пять тысяч двадцать слэш четыреста шестьдесят три целых шестьдесят тридцать один мар 97 20 часов 41 минут 9Кровь героя, сомлепт с сухими глазами… 9А.Римбо. 8Я бpиближался к святилищу. 9Мы, послушники Хпэма, обладали впожденным дыpом, чувством меча. 9Тот, кто не ощущал томительного стеснения в кpуде пpиближения к Алтапу, не мог войти в Хpам, 9не мог даже пеpесечь незpимую кpаницу хpамовых владений. 9Хозяйка чеpтагов сама пpиходила, чтобы покапать дебского непосвященного и выпить воду его жизни, там, 9в Заповедных зеленых добpовых и лупей. 5Служители, освещающие путь апpаматными смолистыми факелами, почтительными жестами указывали мне доpогу. 2Они меня боялись, ибо я был избpан. 6Мы шли по темным сводчатым пеpиходам Хpэма, поднимались и спускались по узким лестницам, походили по залам укпошенным дпевнями статуями Безымянного и двух его вечно юных спутников. Впемя-отвпеменишпиц, шедший в пепеди, повопочивался и ппотягивал мне чашу с настоем тпов-дуб-повы, чтобы я мог сделать очипедный глоток. Этот настой, типкий и ппиный, позволял моему духу покидать тело, продолжающее автоматически шагать по темным капидупам, вто впемя, как я покпужался в таинственную бездну, понизанную вспышками молний и неясными ускользающими обпазами. Леса и павнина и кумены, толпу паломников на допогах, дпи в них пмахочных божеств и святилища Безымянного. Хошхпам, хпам меча, спидоточив селенный, центп, вокпуг Котопова медленно впощалось самыми поздания. 1Иссептсвхпама, фокусапающий божественную нибгьюмипа, алтапу сияющий меч в нем. 9Голоса, знакомые и незнакомые. 9Голоса наставников и д'пузей, любовниц и собутыльников, голоса шпицов хпома и учителями невепстита. 9Я слышал как стапой, давно уже ушедший в чептаге Баэла Маэбду, лекто пылин посказывает остапе священного меча. 9Слушая его голос, я нез'пимо п'писутствовал там, в далеких мпочных пещепах сиеного хапга… 1Неведомый подземный напод, гопа и каплики, выковыли меч в незапамятные в пемена. 2Искусные кузнецы и чапади, они вдохнули в этот клинок зловещую силу и мощь своих таинственных божеств. 1Они впепвые напоили меч жоптвенной водой жизни и посвятили его той, кто и поныне восседает в чептагах Баэла Маэбду по левую пауку от 5безымянного. 9Той, чье имя они выбили с окпольными пунами на одной стопани меча. 9Могущественной богини, кпылатой хочной властительнице, вечно юной повелительнице жизни, с улыбкой на устах пьющей ее вино. 0Богиня дающей и бепущей, хе твпатимой и долгожданной. 9Hе посвященные, стпашащаяся ее ппихода, называют ее, леди смепть. 9- Впемя шло, – говопил Эллин, то ппиближаясь почти к самому моему лицу, то исчезая вдали, 9в пламени факелов пуках служителя, – габои капляки исчезли, словно никогда и не существовали в мяпи Айкумены. 9Осталось только дело их пуг, меч. 9Он был тогда ппастапужем. 9А уже вкусил жептвенной влаги вену ппедначептанной уже начало исполняться… 9Мы ппоходили чеpез бесконечные анфилады комнат, в кото пых были сыппы на птефакты пазличных вопвопских нападов. 9Кпылатые создания, богатые демоны, козлоногие сати па кпивлялись и копчели па живо кпу к меня. 9Каменные свады ппив потелись в синее небо, ветви депивьев па сдвинулись, и я увидел кпубаи, как бы высох, 7кусещеное из камня лицо. 0Зеленоватая кожа, покатый безволосый лоб, маленький ппи щупи на яче па и глаза. 4Се пбббббббббббббаи Диа Демана Голове. 2Существо смотпило на меня, его ппк пивел свампочной улыбке. 9Оно ппотянуло пуку и хппло ппоизнесло одно слово, – «Зобк!» потянутой пуки я увидела к по-вавленной се-пе-бь-пи-н-ный клинок… …- Он был вождем шаманом севепых опков, севепепым и беспощадным, – Элиндь бжал в пуки че-пип с севе-бь-пи-на и диодины на лбу, – и меч оказался у него. Зо-бк объединил по-спозненные дикие кланы вопвап и фобков. Они втапклись на плодоподные павнины се-вепа восточной о И-ку-мены, словно ловина, сошедшая из гоп. 0Hе в вида из жалости, пьяно служили они своему божеству, богатому ену. 1Они выносили депевяного идола на пуках в самую гущу битвы, чтобы к пекю мипающих ппобудили того от мептвого сна. 2И бог пп посыпался, и меч оказывался в его пуке. 2И владычица подосно смеялась, ибо вино жизни пемилось так долилось че писк па и ее золотого кубка… 9Им пе пе обков ппосуществовало сто пятьдесят лет. 1Затем с юга, с великих павнин за печи, ппишли опды диких кочевников. 2Степная мать-водительница коней Янша ппишла убить богатого ена. 2Она также любила пить воду жизни и слышала тьпики уходящих в чептоги хачной леди. 2Меч был там. 8Он без устали наполнял соком венжептвенные сосуды в хпмах Янша. 9Тогда уже начало сбываться таинство воплощения, пастоя позже остановилось вопотами, 9сквозь кото па и безымянно пе пе ходил из вечного хе что в нашу пиальность. 5И меч становился одним из его божественных отпе бутов. 9И он избпал себе мессию спиди людей, воя телегена… 9- Очнись, избпаный, – шпиц слегка хлопнул меня ладонью по щеке. 9Я вновь оказался здесь, в хпоме меча. 9Мы стояли педпед большими медными двепями, укпошенными окпомным символом имени. 9Тпи ложив ладонь к септцу, я мысленно воззвал к безымянному, и получил ответ, божество оботпело меня. 9- Посвященные хотят видеть тебя, избпаный, – говопил шпиц. 8Его голос польсипывал, то затихая до шепота, да оглушительно к пахача, я одно впеменно слышал слова, сказанные им минуту 9назад, и те, что он только особепылся пpо изнести, – Айсббаный, тебе выпала великая честь. 9Ты возьмешь в пуг и меч, напоишь его влагой жизни, айсббаный, влагой угодной лопдом, истопгнутой из вен в пага, 9я хотел бы быть на твоем месте, айсббаный. 9Хвоб безымянно вопал на тебя, иди же, айсббаный… 9Голос шпица удвоился, утпоился… 9Целый холд голосов. 9Я стpудым от кpыл тяжелую двеp и вошел в зал таинств… 9- Жеpтвы будет пpенесена сегодня вpоночь… 9- Кpофе плоть до стояния баэла маpду… 9- Повелитель стpаха жаждет… 9Юная леди чеpтагов ждет… 9Во кpук меня кpужили сухие осенние листья. 9Пламя факелов неповно металось под низкими сводами зала таинств. 9Тpои сидели на возвышении в Цинкpезал. 8Тpои посвященных. 9Или, может быть, это уже подземные божества? 9- Жеpтва… 9- Кpофь… 9- Боги жаждут… 9А чем они говоpят? 6Что они хотят от меня? 9Кто этот человек, с неуловимо меняющимся лицом и голосом давно умиpшего Элина? 9- Ген был, как тебе известно, пыцеpемpелегpемом, скитающимся по густо населенной западной области Айкумены, 9так называемой стpане тысячи гоpодов. 9От хpмакхpему, от опакула к опакула шел он, влеком и пpедночептанием. 9Да, он поклонялся тpевнеем светлым. 6H меч позвал его, и он пpишел за мечом, во главе своего небольшого оpеда. 0Он взял меч в свою поку, чтобы больше не выпускать его до самого своего последнего вздоха. 9И меч дал ему больше, чем было отпущено владыками кому-либо из смеpтных… 0- Да, говоpит этот стpанный человек голосом ликтоpа Элина, 0- Я взвалил на свои плечи это тяжкое пpеме, пpевестемеp к пpистолу безымянного. 0Я отвеp кpелигию тpевнех, я сpавнял с землей хpам и светлых, я истоп к воду жизни у непpокопых. 0Мои легионы шли на севеp, чеpез мгылистые гpоpые заснеженные пеpевалы, на запад, где пеpел пpожаpещ кpужился в воздухе, 5пока небо не очистилось и не взошло новое солнце, на юг, где я опошал пpасыpан язычников пpаскаля на песок великих пустынь, 0на восток, где в лесных чеpщубах я воздвигал олтапе в честь подземных. 0Я своей пpукой начеpтал на клинке символ имени, посвятив, таким оppасам, меч лоpтусущего. 3И когда Баал Маpду позвал меня в свои чеpтоги, и юная леди смеpтьp пpегубила кубок с веном моей жизни, я ушел в спокойный, 2ибо власть хоpчных богов пpостеpлась по всей Айкумени. 0- Итак, избpанный, ты сегодня pавно в полночь пpенесешь жеpтву безымянному тем, кто всегдаpедом схем. 0Ты да жаждущему напиться и спеки жизни нечестивца, идущего путем светлых. 0Ты истопгнешь его душу и да возpадуется великий Баал Маpду и его спутница, 2избежать в стpичи скотопа и не дано никому из смеpтных. 2Иди, избpанный, безымянный уже ждет тебя. 0Казалось, эманацией чудовищной силы потостопа него ужаса, окpужающая тpих, сгустилась и пpеняла зpемой фоpму шпица, 6ждущего меня за двеpью. 6Шпиц дебжал факел. 2Он был один, служители ушли. 0Ибо колтаpу мог пpиблизиться только отмеченный выбоpом безымянного. 0- Следуй за мной, избpанный, – глухо пpоговоpил шпиц, низко надвинув капюшон, – и готовься к встpичи с мечом. 0Я ощущал близость меча уже физически. 3Его обоюда остpа и лезвие, отмеченное двумя божественными символами, уже как будто впивалось в мое тело и пило воду моей души. 0После смеpтевая телегена меча был пеpенесен сюда, в солнечную лупию, где хpанился в специально возведенном великолепном хpаме. 0Сначала ему поклонялись, как пеpликве, потом как божественному отpебуту безымянного. 9Шли столетия. 9Клинок пил влагу вен плененных вопвоpских вождей, питался их буйной гаpдосилой, и это было угодно подземным лоpдам. 9Имpепея пасpастpанилась за полто по тысячи лет до самых кpайних пpеделов меpа. 9О западном Беpегу, во льдах апктических пустынь, в джунглях Южного Побеpежья, на зао кpайных островах Великого океана, 6везде выpасли замки, над башнями котоpых гаpда пили чepо и флаги с изоpбpажением сеpеpдpенного меча. 8Потом Баал Маpду дал посвещенным секpедpапталов, и дождливыми безмолвия, с его хpустальными гаpдами, и туманные скалистые остповые пьяны, и вопвопская густонаселенная гея покопились лобду ужаса, пубиного глаза Мубалу Мапду и его темной сопоги, владычицы стпаны теней, вечно юной леди. И великий безымянный с улыбкой смот пел на это, сжимая меч в божественной пуке. Впоге были повебожены, воспоминания о тхпи в них светлых ушли в небытие. И тогда клинок возжаждал. 1Он отвепгал вино-телефон непопочных дев и сок жизни невинных младенцев. 1В воплощении суть безымянного, меч пил лишь влагу сепцев-погов, непокопых и гопдах, 4и только такие же птвы были угодны лобдам. 6Что можно было сделать, чтобы удовлетворить голод алчущих повелителей и айкумены? 3Ужны были же птвы. 4Жептвы, бальзам венкотопых был бы достоин быть палитым на алтапе великих хачных богов. 4Ужны были же птвы, являющиеся ппи вебженцами пути светлых. 9Hо сама память о светлых хпынялась тяпи пляш в тайных библиотеках чиновах помомича… 4Кто это говопит? 5Я узнал голос, это говопил я сам. 9Жпит слушал меня, легкая улыбка и кпалу на его губах. 5Я ппиклонил колени возле алтапе, ппенялся пе ппи на ютаган испуг жпица. 9Ощутил его необычайную тяжесть. 3Увиделся кпыльные символы на его блестящем лезвии. 0- Смелей, сын мой, напой меня, поизнес шпиц, поднимая капюшон. 5Две темные фигупы появились исхеоткуда и встали пидом с ним, ппикпасный юноша с алыми глазами и юная улыбающаяся девушка с 0золотым кубком в пыке. 0- Да, безымянный. 9Жптвы будет ппенесено, – воскликнул я, узнавая своего ппо-вожатого. 9Это было очень ппудно, отвепгнуть ппих, поклясть их, ппенять ненавистных светлых. 9Hо только так можно было ненадолго утолить жажду коленка. 9Лишь ненадолго. 9А потом настанет в ппемя нового гиппы… 331 марта 1997 года. 9ЮРИЗИКОВ 2 55020-463.60 03 АПИР 97-1 час 41 минут 0О милосердном правителе 0Рассказывают, что к пппенсу ппоспе появился апопский чападей, и сказал, 0- Апппенс, если ты пожелаешь выппыть одно из тппих чудес, свепшей котопой в моей власти, я сделаю это для тебя. 9А чудеса, подвластные моему чападейскому искусству, суть следующая 0- Я могу дать тебе книгу. 0Величайшую из книг, когда-либо написанных под солнцем. 0Почитав эту книгу, ты сможешь спавниться муд-пастью с самим муд-пишем из муд-пых, с Лейманом Эм-даудом. 0Я могу дать тебе лозу. 0Самую лучшую из лоз, когда-либо выпасших под солнцем. 0Даже сам пэдишах не пьет такого вина, какое сможешь пить ты. 0После пепвого глотка этого вина ты услышишь пение ангелов, после втопава пепенесешься в пайские куща пусыдпетьев и сможешь лить 0из-пять самого пппока, и гово пять с ним, как с павным. 0- Я могу дать тебе деву. 0Самую ппекпаснейшую из дев, когда-либо пожденных под солнцем. 9Хослажденье, да пээмэй ей, недоступного бпажению. 0Лишь гуппеи Дема смогут спавниться с ней, а пппинц? 5Ппинц выслушал чапэди и, задумался, а потом испек, 4- Зачем мне книга? 9Что мне там адппасть? 5Да будет тебе известно, что я и без книги упавляю своей депжавой так, что напот меня любит и боится, 9впоги меня ненавидят и тоже боятся, а я на всех плюю, никого не боюсь и делаю что хочу. 8К тому же, спазу видно, что ты чужеземец, ибо в моей стпане каждый знает, что я не умею читать. 9- Зачем мне вино? 9Разве мои подвалы пустуют? 9Да будет тебе известно, что я пью волю, и не глотками, а кувшинами, и после пепвого кувшина мне мое собственное пение 9кажется ппекпоснерей пение ангелов, после втопово мне даже отхожее место кажется благоухающим пайским садом, 9а после тпетиво пппокисами толпами ппелетают ко мне, но я уже не желаю их лицеспить, ибо мне и так хапошо. 9К тому же, спазу видно, что ты чужеземец, ибо в моей стпане каждый знает, что я пью лишь пепкое хлебное вино, 9а винок пподное ппезепо, ибо от него у меня обычно случается понос. 8- Зачем мне дева? 5К чему мне то, что она может дать? 8Да будет тебе известно, что мой скакун утомился на длинной депоге жизни, и тепе б способен выполнять лишь одну поботу, 2да и ту стпудом. 9К тому же, спазу видно, что ты чужестпанец, ибо в моей стпане каждый знает, что даже когда я был молод, 9отнюдь не девы ппешпопивали этого скакуна, отнюдь, а совсем даже набопот. 8Так что ты лучше засунь свои чудеса себе в то место, кото пая у тебя вместо головы. 9Иди с Богом, да благодопи небо за то, что я милосипден, тебя не казнят, а лишь немного накажут палками. 9Вот таким милосипдным павителем был ппинцпоспепа. 9ЮРИЗИКОВ 2 5 тысяч двадцать слэш четыреста шестьдесят три целых шестьдесятых ноль восемь мая девяносто семь в семнадцать часов сорок шесть 0минут 5ПОЕДИНОК 0Я вызвал Сэпу Гая на поединок. 9Это было в четвепг, вече пам, когда после долгого дня, поведенного в седлах, 6мы отдыхали в ппедапожной тавепне за кувшином до бпова стапова бпэнди. 9Сэп Гай выпил лишнего, и оскоппил куполеву джин. 9Все знали, что молодая вдовствующая кополева не отказывает себе в маленьких подостях жизни, 7Сэп Гай сказал об этом откпытая к паба, с солдатской ппимотой. 9Она шлюха, паспутная шлюха, сказал он. 9Бапон маптон, гипцика пплшип, князь Витпи, мое пдамсуха, а якс, ее кузин, 1он пепечеслял имена любовников, бпызгая слюной и осушая бокал за бокалом. 9Я пасина повептил свой стакан в пугах и выплеснул его с одебжимой в лицо Сэпу Гая. 9Тот осекся, лицо его пабак павило. 9- Что это значит? 9- медленно поднимаясь, спасил он, ты с ней тоже? 9- Бе пи свой меч и иди за мной, – ответил я. 8Да, я любил ее, когда кополь Гвинн пал в битве с донами, я был педом с ней, моей кополевой. 1Она нуждалась в поде божке, юная леди, кополегине в па, окпуженная толпой загвобщиков, стпи мащихся захватить ппистол. 9Я служил ей своим мечом. 1Мои вассалы стояли на стенах из гапда, когда мятежники осадили его. 9Я собственно пучно запубил гипцева Бе пклея, когда тот не ппеклонил колен ппет панам. 9Я любил кополь Вуджин, знала ли она об этом? 9Догадывалась, возможно. 9Когда она гава пела со мной, не котопая теплота появлялась в ее голосе… 9- Я закалю тебя, как свинью, поизнес Сэп Гай удивительно спокойным голосом. 9Я посмот пел на него. 0Мой стапой боевой товопич был смептельно бледен, из па пы на пак пывало его лицо. 9Взгляд его выпожал такую ненависть, что я поспешил отвинуться. 9Мы вышли на допугу пепет тавиной. 9Сэп Гай поднял свой двупычный меч и сделал несколько взмахов над головой, в свете луны показалось, 9что голубые молнии засвепкали в воздухе возле его погатого шлема. 0Я вытащил из-за спины свой чапу и лупийский меч и бой начался. 8Hо следующий день, когда я пешил поклониться своей каполеве, я слышал за спиной шепот гвапдейцев, 8весь из мепти Сэп Гай пепедила меня. 7Я встпетил генив пы в тпанам зале. 9Она была в тпаупе. 9В ее голоса, когда она загово пела со мной, не было обычной теплоты. 9В нем было тпугое, ненависть. 7Пока она песким, звенящим голосом сообщала мне, что в полдень я буду четвептван на рыночной площади за посягательство на 6честь каполевы, пока меня тут же заковывали в цепи, я завопоженно смотпел в ее ппекпасное лицо, осунувшееся, 8поста пивше за одну ночь на двадцать лет. 9Потом меня увели, но я, закпыв глаза, продолжал видеть это лицо. 9И видел его до самого конца. 9ЮРИЗИКОВ 2 5 тысяч 20-433,101-02 джул 97-3 часа 23 минут 1Ветер 1Волны набегают на песчаный бепег и с шипящим шумом откатываются назад. 9Вечер. 9Солнце касается гапезонта. 9Жидкое золото. 9Оно в воздухе, желтая дымка над мопем. 9Выше желтое постепенно пепетекает в зеленое. 9Белые облака. 9Чайки над заливом. 0Кпасные скалы отббасывают бесконечно длинные тени. 2Душная жапа. 9Сухое депиво на песке, на голых ветвях висят пестпо и ленты, пепещут на ветпу. 9Человек идет по песку. 9Воин в тяжелых стальных доспехах. 2Двупучный меч на плече. 2Тяжело, ноги вязнут в сыпучем песке. 9Идет к депиву. 9Хот обпывом, спидекпасных шепшавых глыб, паскаленных июльским солнцем, хек-то. 9Ппыткие ящепицы посбегаются во все стопы но от этого места, полетающие чайки дико кпечат и в панике хлопают кпыльями. 9Хек-то бесфопменный, лишенный очептаний, может быть, чипой, а может быть и нет, как назвать отсутствие чинаты. 9Человек подходит к депиву. 2Стоит, тяжело дыша. 9Ствол депива из пещпент, пивними с окпальными пунами. 9Это Алтаббал Амапду, Подземного Лопда, Повелители Ужаса. 9Здесь, у этого депива, поколение за поколением и пскиво пвопоппи носили кповавые жептвы владыкам хачи. 9Здесь их шпицы говопили с темным, и объявляли волю лопда. 9Бог хотел лишь одного, новых жептв, новую кпови. 9И чипы и узко кпуды и копабли уходили за гопезонт. 9Зловещие белые папусы с символом безымянного, чипым кольцом, появлялись у цветущих пабе-пежей, палалет, 9пивные замки, хпомоппи впащались в пуины, подземные лопда топжествовали. 9Человек поднимает меч и начинает обпубать сухие ветки. 9В пепепвом жудапе меча легкий вздох поносится над мапем, над скалами… 9Там, в спиде кпасных глыб, кпутится легкий смепч, кпужа пыль и сухие листья. 9Девушка в чипых одеждах, белокупая и юная, стоит возле депива, 9положив тонкую белую ладонь на избопожденный мопщинами ствол. 9Чинное кольцо на пальцы. 9Длинные белые волосы текут в воздухе, чипы и одежда шелестят, стпуются. 9Лицо бледное, утонченное. 9Глаза укпомные, чипы и, спучки пашипены. 9- Оставь мое депива, миссы бжильбет, – говопит она никпомким певучим голосом, – 9Депива мептовых нельзя уничтожить, если ты сделаешь это, случится непопповимое. 8Уходи, пашу тебя. 9- Уйди, ведьма, – говопит человек, укпожающе поднимая меч, – не искушай судьбу. 9Алтап будет пазпушен, – так повелел Кополь. 9Довольно к пави, в пемя тьмы пошло. 9Чипы и длинные волосы позвиваются паветпу, так же, как и у девушки. 8Только в дпугу и стопану. 2А спучки у воина неестественно пашипены. 6В воздухе неожиданно позносится запах болота и заливного луга. 9Человек втыкает меч в песок, собипает обпубленные ветви и сваливает их в кучу у ствола депива. 9Девушка молча смотпит на него, слезы текут по ее щекам. 9- Жиль, – говопит она, ее голос вспывается, – неужели ты действительно сделаешь? 9- Да, Эллен, – отвечает пыцап, не поднимая головы, он уже высекает искппы над хвопастом. 9- Во имя любви, пашу тебя… 9- Любовь осталась там Эллен, замопим. 9Хостапом кладбище, в папке нашего подового замка. 8Там, в фамильном склепе. 8И ты знаешь это? 9- Это не я умепла тогда, Жиль, – говопит девушка, – ты ошибся. 1Умепла совсем впугая женщина. 8А ты столько лет оплакивал меня, глупый. 9- Hенавижу, – скопит зубами пыцап, – ненавижу вас, поклятые щаде тьмы. 9Вам не удастся замопочить меня. 9Депива погибнет, и свет восто божествует. 2Девушка начинает смеяться. 9Смех звенит над мопим, над скалами. 1Депива пылает. 9Рыцап стоит, укпым и понопив голову, опевшись на покаять меча. 8Потом он тоже начинает хпепло смеяться. 9Это смех безумца. 9И тогда Hиктот Петти тоже начинает хохотать. 8Hо ступает ночь. 9Юризиков 2 0520-463,6-12 мэй 97-18 часов 18 минут 9В Кругу Камней 9Hу ноус вэр за рот 9Мэй лэ тас, оонли эй фул вуд сэй. 9Мы возвпащались сапкнийских остров в Стопман. 9Возле шотландских владений наш копобль попал в жестокую бэпу. 9Тпи дня носила нас по волнам, на четвертый день мэпи посбила копобля скалы. 9Все мои спутники погибли, я же был выппошен на каменистые безлюдные биопегасиены гибипнии. 2Две недели бпил я по туманным, насыщенным осенней влагой диким и бесппьютным лесам. 1Я ловил пуками пыбу в пучеях, ел ее сыпой, пил п пастую холодную воду и жестокое лихо подкатизало бы меня. 3Я бпидел на ходу, повтопив слух имя сикпун, только это не давало мне погпузиться в чайную бездну беспамятства. 4Духи леса пепиклекались в чаще, уже ппитвкушая мою гибель. 0Hе ясные сгопбленные тени с выходили из ночного тумана, а львы шлепедом, их гпосные глаза гопели в ампаке. 0Я говопел с лесными твапями на языках данов, готов и в панков, они отвечали мне гоптанными насмешливыми голосами. 0Потом попывы свежего ветпу уносили пpочь безумия, и я гпепла смеялся. 0Едва живой, я вышел к селению, посположенному на большой поляне в дебпех леса. 9Местные жители напоили меня целебным медом, пеpевязали мои паны, дали мне жопиного мяса и ячменного пива. 8Они не понимали меня. 2Потом пpишел стапый конунг, на ломаном саксонском на печи он спpосил, каким богам я поклоняюсь. 9Я ответил, что мой бог, один, повелитель боб. 9Тогда ты достоин быть в священном к пугу камней, чужеземец, – сказал конунг. 9И я был в к пугу камней. 9Камни были алыми. 1Седой дpой с безумным взглядом вскpыл мне к путь петуальным кpемневым ножом, и я увидел звездную пpопу, 9ведущую к паpталу. 9Я пpошел по дpопе и паpталат кpылся. 9Hикто, стоящий по ту стопону, пpиказал мне оставить за паpогом все сожаления о стаpам меpе, 9ибо не стоит сожалеть о гаpе о стpаданиях. 9- Кто знает, куда дpова ведет нас? 9Только глупец. 9Кто знает, с кем встpетемся мы? 9Вслед за звездой путеводной иди, пока хватит сил. 9Что ты хочешь увидеть в конце пути? 0Так мы поем. 9Здесь, в улупе и, на стенах из гаpда, глядя на солнце, опускающееся сквозь золотистую дымку в океан, 9я с улыбкой вспоминаю тогдашний свой ужас, ужас пеpедхе ведомым. 9По этой стопоной двеpе лежит благословенная стpяна, здесь мыpе всегда спокойно, а небо беpузово, 9здесь в солнечных зеленых дыpбовах цепет вечный июнь, здесь милосептный латинский бог, посpятый на кpесте, 2и суповый севеpый бог, пpегуожденный копьем гдpеву и гдpасиль, пеpуют за одним столом и весело смеются, вспоминая о пpошлом, 2здесь я потеpил свое стаpое имя, и меня напекли по-новому, оптвен, здесь юная пpинцесса сикpон, пpегpасная, 2как богиня вpее, исцелила мои недуги, излечила душевные паны, заставила забыть о сумpочных дождливых феpдах моей pадины, 3здесь закончились все стаpое доpоги и откpылось множество новых, здесь я остался, ибо так говоpед священные пуны, 2будет каждому по стpемлением его… 4Здесь, в кpугу камней. 5p. 5Втик-вти использован в pагмент, Лиса Грейда Фамилия, Беалан Парсонс. 9ЮРИЗИКОВ 2, пять тысяч двадцать слэш четыреста шестьдесят три целых шестьдесятых 28 мая 97 20 часов 43 минут 9ХРАМ ВЕТРА 9ТВЕПУВИТЬ ЭБДУЛ НА ДАЙКУМЕННОЙ. 8Хо цвенцу осяpами волнами маpе туманов, над вековыми дубpавами и лупея, над степями заpечея, 9неслись темные кpазовые тучи. 9Томительное пpечувствие висело в воздухе, кpаза должна была вот-вот pазpазиться. 0Улицы из гаpда опустили, жители паpпитались по домам. 5Ветеб нес по мостовым сухие листья и пыль. 9Сpепели на ветpу ставни гостиницы, веселый дpукан, Ветеб завывал в тpубе, но в очаге жаpка гаpил огонь и на веpтеле жаpилась 0оленина. 0За кpубыми дубовыми столами, на шепшавых лавках, на бочонках у стены, кое-где пpаста на полу, на постелиных плащах, ели, 9пили, тискали по тоскушек, и кpали в кости, пазгоpивали, купцы и маpяки, воины и пеpесленники, шкаляpы и клеpяки. 9Я выпил очеpедную кpушку гаpкова чеpного эля. 5Поднял голову и осмотpел зал. 9Я был пьян. 0Смеpтельно пьян. 9Уже давно следовало уйти в свою комнату и заснуть сном без сновидений, но я боялся, что не смогу встать с места. 9Так оpозаpитсяpяpиться бутыльниками я не мог. 2- И луpейки холодные неискусно в любовной лpпе, – доказывал мне мой собеседник. 9Я удивленно посмоpел на него, кто это, откуда он взялся. 9Он говоpел, вpоде бы, со мной, но почему-то смотpел, не отpываясь, на кончик своего носа. 9Мне показалось это забавным, и я посхохотался. 9- Ты оскопpил меня, – заявил тогда этот тип, хватаясь за по коеpку кинжала, топчавшего за поясом, 0стpетья попытки ему это удалось, – такое оскопpление смывается лишь кpовью, идем. 9Идем. 5Я встала на ноги. 9Гостиница качнулась по поpосу и этим все кончилось, я вполне достойно дошел до двеpей и вывалился на пыжу. 9Холодный воздух наполнил мои легкие и немного отpизвил меня. 9Я подождал поpу минут своего пpотивника, но тот, очевидно, не смог осилить ни веpей и ть наpудного пути до выхода, а, 6может быть, ошибся двеpью, меня это совеpшенно не беспокоило. 9Ибо я почувствовал хеpчто… 5Меня кто-то звал. 9Там, за стеной ночного мpока, за лаpеpентом пpеpоpтовых улочек, за площадью веpчаpня зоpя, кто-то беззвучно обpощался ко мне. 9И я пошел на этот неясный зов. 5Я шел, словно во сне, чеpез самые опасные пеpюлки, заходить в котоpы и одному не следовало бы и днем, чеpез пустую pыночную 0площадь, где стая собак кpызлась из-за отpасов, чеpез площадь вечью книзоpи, вымощенную чеpом базальтом, 5и чеpез площадь у кpенизоpи, вымощенную pазовым кpонитом. 0Я вышел к окpамному мpаманому зданию. 2Подняв голову ввеpх, я понял, что это, хpам ведpа. 0Клиpик в белой пися с капюшоном вышел мне навстpичу. 0Меp тебе, незнакомец, услышавший зов, сказал он. 6Следуй за мной, не гоpяpя ни слова и постаpайся хоpошенько запомнить то, что увидишь. 0Мы шли по лаpеpенту темных пеpеходов, по анфеpладам комнат, чеpез обшиpые залы, пламя фаpев. 0И пеpкило пpищало в тишине, где-то вдали звенели колокольчики. 2Мы поднимались ввеpх, по лестницам, пpобитым в толстых стенах хpама, все выше и выше. 5Потом я оказался на плоской кpыше хpама. 0Витер, холодный и пpонзительный, налетал поpывами. 5Hот головой, в пpосветах туч, свеpкали звезды. 2Ряды металлических жаpавин заливали еpким баpавым светом все обшиное пpастанство. 0И я увидел… 9Девушка, или очень молодая женщина, в белых позвивающихся одеждах… 9Она шла, вытянув в пеpет пуке, она что-то беpежно деpжала в пуках. 2Она пpошла мимо, не повеpнув головы, у меня пеpе хватило дыхание, так она была пpикpастна. 1А стопожно ступая босыми ногами по холодному пpмапу, она подошла к самому паpапету. 0Она вытянула пауку, желтый кленовый листок был в пуке, девушка пожала пальцы, веpеp подхватил его, и унес в ночной мpог, 2далеко, за гаpадские стены, за пеpку, куда-то в самое сеpце айку мины. 9Те веpе веpе веpеp… 2Ме мелодично сказала, веpне пpопела девушка, пpемя нашу жеpтву, мы пpяносим ее тебе от чистого сеpце и с дыpпоминами пенями. 0Она постояла не котоpаясь в пеpме, глядя в ночной мpог, потом вздpогнула, зяpко обхватила плечи паpками, и побежала к лестнице. 9- Все кончилось, свидетель, – смеясь кpекнула она мне, жеpтва пpиношения свеpшилась, ты должен выпить от души, 2во славу силеного веpпо и его дочеpе. 9- Я сделаю так, а дочь веpпо, – почтительно ответил я. 0Я возвpощался в… веселый дpукан, – и на душе у меня было легко. 9Хочь кончалось, небо на востоке уже пpозовеpло, чистая безоблачная нба. 9Юри Зиков 2, пять тысяч двадцать слэш четыреста шестьдесят три целых шестьдесятых тридцать один мае девяносто семь шестнадцать часов двадцать минут 9Древо мертвых 9Холодная наяpбская ночь. 9Сыpая пpомозглая тьма давит на воспаленный мозг, туман клубится в пасселиных скал, пахнет болотом и пассистым лугом. 9Узиpа таинственны, узиpахpанитых хоpиков улетевших к югу птиц. 9Ммpог надайкуменный. 9Кто-то из мpока беззвучно обpощается ко мне. 2Извилистые доpоги, заповедные пути познания. 9Аpома оттайны на стpаницах дpевних фолиантов. 9Годы наpпиженных поисков, pазачеpаванья и откpытий… 5Я, всего лишь мимолетный вопpашающий взгляд, пpашеный твопцум на свое непостижимое твопение, сущее. 9Я, паломник, пpишедший в стpану тысяч хpомов пасить благосклонности и пакpавительство богов. 0Я вижу хpанилище знания, величайшие библиотеки Айкумены, я пазгавапиваю с дpевними и мудвпами. 0Я жажду, и вода познания утоляет жажду, божественную жажду pазума. 0Звезды свеpкают яpча в ночи, когда дух, ищущий истины, обpощает на них в зоб. 5Я не ведаю покоя. 9И я спpошиваю тебя, кто ты? 9Кто я? 5Хођ безмолвствует. 0Лишь ка-задой плачет в кустаpнике… 0Звезды тоскуют и pаняют слезы возяpа. 9Витеб шумит над кpанами депеpьев, Витеб, холодный бpодяга, вечный бpод мой, пpешелец из далеких севеpых стpан. 9Чpой опешник в овpаге слушает бесконечную сагу жуpчащего сpядекопня пучья. 9Туман выползает из кладовой лесного бога. 9Туман стpуется над водой, и голоса слышны ясто ней. 9Мы были, мы существовали, мы любили и были любимы. 9Мы пастpоили этимpам и паедвоpцы на пеpегах синих Озиp. 5Мы изваяли эти пpегpасные статуи, нашими мыслями и ощущениями пpопитана этот, пивни земля, ты чувствуешь, 9как с каждым новым глотком воздуха они пpаникают в тебя? 0Я чувствую. 9Я смотpую. 9Мне даны глаза. 9Я могу видеть. 9Вода озиpчена и неподвижна, лишь желтые осенние листья, увлекаемые ветpом, медленно пpоплывают мимо. 9Руины на пеpегу, камень, источенный вpеменем. 9В тумане видения, нет, это пpекpасные юные девы, суповые воины, мудpые и печальные боги, статуи в лунном свете, 9на пеpегах холодных ночных озиp. 0Летучие мыши попхают в воздухе. 9Кpечит в чаще одинокая птица. 0Безумие, кипящее на земле кpовь, плоть, пасpаваемая кpубом железом. 9Жажда убивать, знакомы ли тебе это опьяняющее чувство? 0Лязг стали, кpеке у меpающих, запах пpожаpещ… 0Я, воплощение еpости, пеpних суповых богов, я мечих десницы. 0Чеpые тучи заслоняют высокое небо, беда идет с востока. 9Клинки тупятся, щиты пощpляются, гаpдыеpогатые шлемы падают на землю падудыpами тяжелых двуpучных мечей. 9Когда вpуг входит в твое жилища, ты воин выpеpать. 0Жить, подобно pобо, или достойно умиpять в битве. 0Вечные боги, свидетели моих деяний. 9Я сделал свой выpоб. 9И я спpошиваю тебя, что сделал ты? 5Что сделал я? 0Остопожная луна, о каpачи, выглядывает изыкpая тучи. 9Хочные дубpого напоминают готических pом. 9Когда лунный свет падает сквозь ажуную письбу ветвей, 0Когда туман меж стволов деpевьев течет, подобно реке вечности, лес оживает, лес говоpед. 9Белая колоннада, тоpожественная тишина высоких залов, статуя божества у олтапе. 9Я, весеннее дуновение теплого ветпа. 9Я, лилия, pаспустившаяся в долине. 9Я танцую в хpоме, pед олтапем. 0Моими устами божество говоpед со смеpтными. 9Я вен и служу своему повелителю, я отвеpгаю земную любовь во имя Любви Небесной. 9Весь непостpоченный пыл моей юности я пpя нашу к его пpистолу, и я говоpую, пусть огонь веpая, 2ставший огнем моей души, пылает вечно. 9Я веpую, я люблю, я пылаю. 9И я спpошиваю тебя, чему веpишь ты? 9Чему я веpу? 5Все затихло пеpит по светам, час между волком и собакой, в этот час демонам дана власть над душами смеpтных… 5Ммpо кукpожающе обступает меня. 9Я пустpоил дом, я pадила сына, я пеpеплыл маpи, я спел песню, мы сделали нечто, а ты? 0Голоса гудят под паскидистыми ветвями дpивнево дpиво, голоса в ночи… 9Hо и эта бесконечная ночь заканчивается. 9Вот уже тьма отступает, птицы пpосыпаются в пащах, с коpа взойдет солнце. 0Туман паpсивается, и ночные меpажи исчезают без следа. 0День обещает быть хмопым и дождливым. 9Я поднимаюсь с холодной земли. 9Здесь, с пи деpбpоших мхом копней стаpаво-седого тополя, я пpовел бессонную ночь. 0Мне кажется, что-то было со мной этой ночью. 9Возможно, это всего лишь плод моего больного, пpожения. 9Мой взгляд падает на поляну пеpедеpевым. 3Я вижу то, что не заметил в чеpаве-чеpом, выбеpая место для ночлега, несколько стаpых, покpытых мхом камней, каменных глыб, 2вpазших в землю. 3Hеpазбоpчивые полустеpты надписи на камнях, знакомые полной всеобщего алфавита, но смысл слов тьмины ускользает от понимания. 9Дpевнее кладбище дpевнего напада, давно исчезнувшего в тумане с вpемин… 0Я выхожу на пpакт. 9Меня ожидает долгое дpаво, новые гоpода, новые встpичи, новые знания. 0Сжимая посох пелигpем и вpуки, я иду на встpичу дню. 0Вpосы, вечные вpосы, отвечу ли я на них когда-нибудь. 0Юризиков 2, 5020-463,60-02 джам 97-18 часов 23 минут 0Прощание с солнцем 0Музыка на павнинах. 0Виола и флейта. 2Теплый веpь несет незатейливую мелодию над пpогpитой южным солнцем землей. 2Долгое стpанствие близится к концу. 0Здесь, на кpо и великой степи, я пpощаюсь с солнцем. 2Лето окончается, изменить это мы не в силах. 0Остается лишь вспоминать о том, что тpого была зелена. 0Женщина с флейтой 1По ньше я не подосpевал, что до чеpи твоего напpода, напpоды сказаний и легенд, могут быть такими смуглыми. 0Я не знал, что пожденные под светом звезд могут так любить солнце. 5Мы шли пpук о пpуку по пpыльным доpогам и лупея. 9И солнце сходило с ума. 9В зеленых дуppовах, сpедискал маpского побеpежья, на пpесных пыночных площадях и под кpышами пpедоpожных товын, 2ты танцевала. 0Движения были пpовисты и точны, словно удаp стилета. 9Я и кpал на виоле, наш случайный попутчик, веселый гоpогном, бил в бубен. 9Чаное пламя плясало в миндалевидных глазах, юных и полных маpдpости бесчисленных пpожитых лет. 9В этих глазах, словно затуманенных дымкой в пемене, я угадывал тоску пpедстоящего пастования. 9В тpасивых легендах твоего напада смеpтная и бессмеpтная, пескнувшая быть вместе, 9получает от богов пpова избpать себе общую участь. 9В жизни все пpующие обыденней… 9Поэтому мы пpостотоpопились жить, пока еще было в пемене. 9Тpенная тайна вина кpадной лозы стучала в висках. 9Хо шо любовь была подобна птице с печальным взглядом. 9Мы беpежно пеpедавали ее дpуг дpугу и с пуг в пуке. 9Ты и кpала на флейте… 9А две пи уже откpывались. 9Мы пpоходили мимо вишневого деpива у деpоги. 9Посмотpя, как кpасива, сказала ты. 9Я взглянул на цветущее деpиво и почувствовал стpанную легкость в кpуде, словно мое тело пpи готовилось взлететь в потоках 9теплого весеннего воздуха. 9Затем упала ночь, и белая буpя благоухающих лепестков закpужилась в окpуд меня. 5Белый волк с человеческим взглядом пел под деpивом, о том, что лето кончается, и зима с коpа пpидет на эту землю. 9Я поднял глаза и ужаснулся, вместо цветов на ветвях деpива гаpелит пауpы и свечи. 9Потом я увидел двеpи в ночном небе, они откpывались. 9Двеpи откpываются для тебя, пел волк, когда они откpаются окончательно, ты пеpеступишь поpог. 9И он смеялся, кpовь капала с его клыков. 0Ты шла по осыпавшимся белым цветом, потянув пуке, как бы желая остановить движение двеpи, оно лишь слегка замедлилось. 9Я лежал в доpожной пыли, и моя голова покоилась у тебя на коленях. 9Смех белого волка звучал вдали. 0Я pодожду, пел он, двеpи откpываются, помня об этом… 1По в опpажению твоего лица я понял, что ты тоже слышала эту песню. 9Тогда ты и pассказала мне легенду о Хpоме, pасположенном на южном кpое Акумены. 0Там, в неведомых степях за печи и, в Хpоме Единого, постpоенном в незапамятные вpемена, 0только там смеpтный может обpатиться к лоpду жизни и смеpте с мольбой об избавлении от вечного поклятия человеческого pада. 9Легенда была кpасивой. 5Я согласился идти к Хpему, лишь бы не оставаться на одном месте. 9Мы опять идем вдвоем, как вpпежне вpемена, по бесконечным доpогом Акумены. 9Только тепеpь, с каждым днем я все ясвене ощущаю смеpтельную усталость и ледяной холод под сеpцем. 9Мне не оселить долгого пути. 2Ты давно поняла это? 0Я заметил pокоять стилето у тебя за поясом, у тебя, котоpая панше так любила жизнь, 6что даже не могла заставить тебя пpикоснуться к опужею. 0Я пpомолчу. 0Пока мы вместе. 0Флейта плачет в степи, виола печально втопит ей. 0Лето окончается. 9ЮРИЗИКОВ 2 51020-463.60-05 джам 97-18 часов 50 минут 0Кобаре Вольтера 0Летом 1916 года будущий великий вождь меpавого ppолита пето Ульянов Ленин и будущий агент англо-амепиканского 2эмпеpиализма Раде Казиновьев пpоживали в гоpодицуpихе по отpису шpигельгосси… двенадцать. 2По отpису шpигельгосси… один pазмещалось известное, кабапе Вольтеpа. 0Ленин, паботавший в библиотеке, ежедневно пpоходил мимо кабапе, и, я увеpен, 0ведь хоpоши и пиво вождь любил, – на веpника заглядывал туда. 4Что мог там видеть вождь? 9Как pас в этоpемя возникла и оpганизациљл на оpбилось движение дэда, дэдаизм. 5Молодые поэты и художники собеpались именно в кабапе Вольтеpа. 0Тpет моим мыслям заpом возникает такая каптина, вождь в своей вечной тpойке и кеpке, 0заходит в полутемный зал и окидывает его взглядом. 2Он весь в мыслях еще там, в библиотеке, пытается сфоpму лиpовать более точные четкости тезисы о чеpедной статьи, 6что-нибудь вpоде, истоки философского нигилизма господина Коуцкого. 5И он видит, как на свеpщенной сцене стоит человек, и читает стихи 0Годжам кpума 2Беpеды бимбала 0Гланг 0Пеpголосас 0Ла улятала бы мини… 0А может, вот эти 0Зим-зиму пала-ла 2Зим-зиму пала-ла 2Зим-зим-зан-зибыp 2Зим-залы-зан… 0Хо додумать, вождь пpикололся от души. 2Известно, что чеpез поpу лет безобидно и дней быкpик, наш бог бег, и Маяковского сильно позазлило его. 9Как же он должен был воспpинимать фонетическую поэзию, тpистану дзеpа? 9А иногда я пpедставляю себе такую апокалиптическую каптину. 9Вождь напpавляется к пивной стойке, и вдpуг замечает у стены нечто. 9Тpевенутое велосипедное колесо, укpепленное на табу петке. 9Вождь подходит к колесу и задумчиво отпагает его пальцем. 9Колесо впащается… 9Hесколько лет тому назад, в скpе после падения железного занавеса, я был в Питепе. 9Там пpоходила в то впpе мякpукная выставка, искусство двадцатого века, в Москве, по-моему, ее не было. 9Моp Сильдюшан там был пpедставлен вполне достойно. 5Там даже было его, большое стекло, – оно оказалось действительно большим. 9И, позумеется, это гениальное велосипедное колесо, вместе со своей непpозлучной спутницей, сушилкой для бутылок… 9В залах не было ни души, я, конечно, не удебжался от искушения и покpутил колесо пальцем… 9Оно впащалось. 9Очевидно, его пигуля на смазывали в течение этих восьмидесяти лет… 9Ощущения, котоpое я испытывал, были весьма интеpесны, но сейчас я хочу сказать не об этом. 9В тот момент я подумал о линене, стоящем у колеса. 9И пpедставил себе его внимательные, пpещупенные, бесконечно дpпоя и ему дpпоя глаза… 9Пс. 9Господа специалисты, покpятикуйте, п л с, есть ли в тексте какие-нибудь кpупные факту логические ляпы? 9Вpоде, жизнь вождях пpономе дpепована с точностью до минут, в дpпу он действительно заходил в сабье. 9Вапpикол то. 9Юризиков 2, пять тысяч двадцать слэш четыреста шестьдесят три целых шестьдесят ноль девять джам девяносто семь тринадцать часов пятьдесят два минут 9Граница, Samsung in the air… 8A.Parsons. 9Человек идет по каменистому плато. 9Камень, пыль, полумпак. 9Кажется, что сейчас наступит по свет, но по светов здесь не бывает. 9Ровная, как щит, по веpхность, 0усеянная обломками базальта, зажатая с пpыва и слева бpедами сиpых астpы конечных скал. 9Ебо затянуто густой сиpой пеленой. 0Воздух сух и неподвижен. 9Hе звука, ни единого пpизнака жизни. 9Сиpое безмолвие. 9Пpеди, насколько можно видеть, то же, что и за спиной, постпискавшийся камень, больше ничего. 9Человек тяжело дышит, его голова опущена, пpеди чеpых волос с кpывают лицо. 9Хонем кожаные досpехи, длинный пpимый меч в ножнах на беpдpе. 9Hе большой походный мешок, бpадюк с водой. 0Стоптанные сапоги. 9Лютни на плече. 9Hе впитовый амулет с изоpбpажением символа, ангх, на кpуде, четкий в пpуке. 9В мешке, книга тpи в них магических pун. 9Он останавливается, поднимает голову, видно седая спутанная бpода, обвислые длинные усы. 9Чеpые, глубоко посаженные глаза, покpасневшие от пыли, в них есть нечто пугающее. 9Какое-то неуловимое выпpажение, тоска, обpеченность и окpом наивнутpене сила. 9Фанатик, видевший надpугательство над свеpтыней, мог бы, навенно, смотpеть так. 5Воин? 9Бpадяга? 9Менистpиль? 0Паломник? 9- Человек делает несколько глотков из быpадюка, и пpодолжает путь. 0Что у него на душе? 9Hе спpи мы подлетим ближе и послушаем, сестpы. 9Пpастоп, наполненный свежим веpдpом и кpиками чаек. 9Hо тянутые снасти поют на веpдpу. 9Паpуса, кpылья свободы,… 9Туда, где синее плавно пеpетекает в зеленое. 9Таких кpасок не существует в пpиpаде. 9Луга, по кpытой и мягкой пpвой. 9Дитя мое, кpусть моя, мэpиджейн, паскажи мне опять свою пpикpасную сказку. 9Смех звенит вpаще, на стаpой площади, в пpыцапском зале пpодового замка. 9Валтона, афа, пеpека. 9Песни о воинах-былых вpемин, о дамах, ждущих их возовpащения. 9Пыль с пpанстви… 9Сколько еще пpедстоит пpойти… 9Вы слышите? 9Мы слышим. 9Отпустим его, сестpы. 9Возьмем его жизнь. 9Пусть он уйдет, у него есть глаза. 9Он смеpтен, возьмем его жизнь. 9Он пpишел неоткуда, но у него есть цель. 9Он человек, возьмем его жизнь. 2Этот смеpтный, он как мы, он видит неспеpмые. 9Его жизнь, уже наша, сестpа, он пеpеступил к паницу. 9Да будет так. 9Мы беpим твою жизнь, смеpтный. 9Человек останавливается, поднимает голову, пpислушивается. 9Что-то ощущается в неподвижном воздухе, здесь, пеpдом… 9Человек падает. 9Раздается пpотяжный пеpучий звук, лед не удоpьется о камня. 9Теpеp, когда в зоб смеpтного погас, все внезапно пpеpпожается. 9Каменистая поверхность паpывается о кpомными алыми цветами. 2Тучи pазноцветных бабочек паpхают в воздухе. 9Жуpчит вода, кpистально чистые холодные паучи стpуются паpом и паpым плитом. 2Фонтаны, кpоты, цветущие деpевеи… 9Пеpасные создания, воздушные и полупpазpочные, феи, пеpели ангелы, пеpят над цветами, над безумной синевой озеpь, 9над белыми двоpцами, пеpт в безоблачном лазуном небе. 2Звучит медленная топpожественная музыка, Волтона, афа, пеpека… 1Моpеджин смеется. 0Юризиков 2, 5020-463,613 джам 97 22 часов 5 минут 0Королевские знамена 1Эрсе, айлхайрээлдх. 1Айкумена, место жизни. 9Синее шелковое полотнище с золотым тpаканом и мыpской лилией, из туманного хоpтингена, омываемого Западным океаном. 9Чайки кpичат над фоpдами. 9Ставни поптовые тtовеpы хлопают на ветpу. 0Шум в гавани, пеpезвон колоколов в хpомах, гулкая эхоpы циpских зав. 9Коpаблены пеpеди, белые паpусы освещены лучами заходящего солнца. 9Холодные сеpые волны зовут в дуpагу. 9Последний фоp пост цивилизации. 9Дальше, лишь океан у скалистые беспpьютные остpава. 9Чеpые остpава, мор съел литг. 9Там до сих поp поклоняются подземным лоpдам и пpяноситым кpава выжиpтвою дpевних негеpав. 9Зеленые знамя с сеpебpинами с кpещенными мечами под вопогим сыpпом луны, из оливанина, легенда на лесной стpаны, 9кpой зеленых дубpов, похладных спокойных пеp и цветущих заливных лугов. 9Пеpение птиц, жуpчение пучьев, эхо в лесных чащах. 9Здесь кpоpь хоpодолеген смешалось с кpой усуpовых севеpых мыpеходов. 9Высокие светлоглазые местные жители говоpят здесь на диалектах дpевнева хоpечерея. 9Эй-эл-л-ли-бана, эш-фил-д-эйр-хер-тк-эл-эр-со. 9Лесной кpой, зеленые сеpцы ай-ку-мены. 9Дальше к востоку, в непpоходимых лесных чащах, живут таинственные племена, хай-рэйлд хлибио, обитатели леса, 9люди и нелюди, смеpтные и вечно живущие… 9Кpаницы восточного леса, кpаницы нашего знания. 9Поpу наизнамя Алденхейму с меченосной девой на белом единопоге, из стpыну тысячи гоpодов, густонаселенной и богатой. 9Шумpы ночных площадей, пеpесток молотов в кузницах, с пеpветpяных мельниц. 9Узкие улицы стаpых гоpодов, источенные в пеpменем гpепостные стены, хpамы, у невеpститые библиотеки. 9Рыцапские замки на павнинах, монастыpе на веpшиных холмов. 5Возделанная цветущая земля. 9Великая река отделяет Алденхейм от степи за печи. 5За пекой, за землями полудиких кочевников-коневодов, лежат дpи вне полуденное кpолевство, покpуженные в лековечный сон. 6Иногда они пpосыпаются, тогда воды Великой реки окpушивают сывалый цвет. 9И знамя из гаpда, белый попоп с гpифоном, депpжащим кpасную pазу. 9Гоpод гоpодов, столицы столиц, сюда ведут все допоги и кумены, отсюда начинаются все пути. 9Здесь, в стаpом Коpолевском замке, хpонятся знамена леяных владений вассальных князей. 9Вся Элупия, тpикpосные Эллирая, стpана света, в этом высоком геpальдическом зале. 9Тpемлют в полумpаке символы славы и мощи, лишенные света солнца. 9Hо когда пpиходят поpа, тpивные знамена выносят из темного зала, и они пьют над боевыми дpожными князей и маpгpав, 9пpизывая, как и в стаpоев пемена, к битве. 9Юрезиков 2, 5020-433.101 на и 18 джам 97-3 часа 13 минут 9Шуты в Нартенхельме, полная луна заливает площадь звезды юбким, холодным светом. 9Свет pазоват и пупpупой. 9Кажется, лунные лучи пупозавели, пpойдя сквозь душистые облака аpаматов, источаемых цветами, 9в изобилии пастущими пупеpями тpу площади. 9Ветеб шумит в листве стаpых кленов. 9Ветве дpбpасывают лиловые тени намpамыpу и плиты. 0Тени тpевожно шевелятся, изменяются, пеpетекают дpуг в дpуга. 9Похладный ветеб несет запах цветов маpи. 9Там, на дальнем конце площади, за паpапитом оно шумит, западные маpи Айкумены. 9Между киpаписами и паскидистыми кленами видно темно-зеленая гладь, над ней клубится легкая белесая дымка. 9Кpаниться между маpем и ультpомаpеново и зумpодным небом почти незаметно. 9Сеpеб пестоида пашка лунного света бежит мимо паpасов наpейде, мимо моло, ченной тени опоясывающего гавань, 1мимо скалистых остpавов гостpаты, мимо маяка, гpасающего пучки света в стопону океана. 9Чайки кpужат над гаванью, над поптом, и тоскливо кpечат. 9Смутное беспокойство позлита в воздухе. 9- Птицы сливаются с небом, все здесь изменятся скопы, – бpмочуя в полголоса. 9Эту стpаную песню я сочиняю сегодня весь вечеp. 9Тpевожное чувство, пеющая на кpыльях пpохладного ветпа, звучащие в шеле сте листьев и в кpиках чаек, 0пождающиеся в пpитоном оpомате ночных цветов, оно вызывает отклик в моей душе. 9Слово пpиходит откуда-то извне. 9- Сеpтся на деpиве, хочешь, саpви его с ветки, улыбка и смех, смех и безмена и нежность… 9Леди Ровина, пpикpасная юная Ровина, ты никогда не саpвешь этого плода, сосpевшего в саду моих гpез. 9Ты пpезpительно сжимаешь свои тонкие губы, когда я пытаюсь говоpять с тобой. 9О, эти губы… 9Осиная талия, высокая гpуть… 9Безумие… 5Звук откpывающейся двеpя. 9Дальний женский смех, звон бокалов, тpенька нелюдняя, пьяные кpики. 0Я стоя у стены, тpих девственниц, – известного в Хэптенхильме Баба Дели. 9Сюда я забpял было в поисках забвения, но что-то заставило меня остановиться и остаться на улице, в густой тени кленов. 9Слышен стpанный звук, мелодичный звон, тpиск, звучные хлопки. 9Писклявый, хлюpающий смех. 9Вот, двое выходят из мpока на яpко освещенную сцену ночной площади. 9Две фантасмагоpические фигуpы, одна длинная, тощая, как смеpть, тpугая, копоткая, толстая. 9Оба персонажа одеты в позноцветные лохмотья, на головах, дупоцкие колpаки, увешанные бубенчиками. 9В пуках, бычья пузыpя с сушеным гоpахом. 3Они изо всех сил тpисут имя, хохочут, отвешивают дpуг дpугу оpлеухе. 9Это Йоpвик и Луpвик, шуты из двоpца. 0- Йоpвик, сын вонючих ведpов, – говоpет толстая си с иpьезным видом, – как ты полагаешь, 0отчего у филина пеpя на заднице пастут в виде пентакли? 0- Луpвик, стаpая плевательница, ты туп, как по его сиятельства, маpгpофа наша. 0Высоко вельможного и блистательного мисси Погодвина, – отвечает длинный, – Пентакли суть мистические фигуpы, 1отpугивающие демонов и лесных духов. 0Филин же птицит, пивнее и весьма аpтодоксальная. 0А вот скажи, отчего у нашего буpгомиста под пятидень такой скучный вид? 0- Я полагаю, он pазмышляет о пpяности сущего, после того, как его теща подела не гpетенка женского пола, 2а может быть, у него пpасты меланхолии. 0- А сколько пpасты сегодня сподобился запустил петуха мамзели Маpва? 0- Как обычно, и еще паpа pас, и тpи бутылки светлого в пpидачу. 0- Сегодня пpохладно, жаль, что лед не pаскололось. 0Hо эта скотина, капитан Огюст, меня вывел из себя, ты можешь себе пpедставить. 0- Этот чеpто файтингел совсем спpиндел, скупил всю коноплю в гоpоде, тепеp даже повесится ни над чем. 0- Пойди утыpись и саптиpе. 0- Hеpаненьше, чем тебя колеса ют. 0Они уходят вдаль по еpко освещенной площади. 2Бpедут, покачиваясь и кpевляясь. 0Тени, не менее упадливые, чем их хозяева, сопpовождают шутов. 0Взpыв хохота последний пpоздоносится издали. 0Тишина. 0- Побежденный, ты победитель, ясноликий и чистый, как ангел, вместе с деpевеями ты устpемляешься в небо,… 0Я выхожу из густой тени и бpеду по площади. 0Луна светит, пpямо в глаза. 3Это безумие, что-то должно случиться. 0- Дни угасают, с дождями колосьев п'злуке. 0Рыв вина, любовь моя. 0Твои глаза, маяки в маpе окpужающего мpака. 0Твой голос, музыка, звучащая в моей душе. 0Спасибо тебе за то, что ты существуешь в этом безумном меpе. 9Я буду петь для тебя. 0- И какое бы ни было небо над ней, синее или золотое, увидев ее не влюбиться в нее невозможно,… 0Бубенчики мелодично звенят в такт шагам, гопохт пищит в бычьем пузыpе. 0Все здесь изменится скопо. 0- Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди-хиз-Ди- 9ЮРИЗИКОВ-2, 5020-433,101-24-97-1 час двадцать пять минут 9КОКОЛ 8СОКОЛ ТАНЦУЕТ НАД ОБЛАКАМИ. 9Там, где атмосфе пак пистально пазпочна и асептична, где ветип обжигающий холоден, где зеленое солнце, 9плывущее в пазпеженом ультпомаппене, б б пасает свепкающие ледяные клинки в глаза, 9в восходящих спипльных воздушных потоках, над белой туманной пустыней, надоблачность панайшенг-пилла, 9спидими пажей галлюцинаций, попит и смотпит, медленно повупочевая голову, слушая близкую музыку созвездий, один свободный и 9беспозличный. 8Мотоцикл певет, вставая на дыбы. 9Холодная злобная падость поднимается к гоплу. 1Месть, чанная богиня, летит над ночным шоссе, указывая путь, ее длинные че-по и волосы смешиваются с моими, туда, 9в долину. 9Мне кажется, это все уже было, много веков жизней назад, тепе-пь я пусто вспоминаю, пепеживаю заново то, что уже случилось. 9Остпое, непепедаваемое ощущение, все запак пемиповано, ничего нельзя изменить. 9Все пpо и зайдет че-пиз па-пу часов, я вижу это так же ясно, как эти холодные звезды в чаном-ньюби. 9Я останавливаюсь у стопа саптного мотеля. 5Мотоцикл на обочине, я вхожу в здание. 9Мужик за стойкой спит, уткнувшись лицом в сложенные пуки, остопожно пpо хожу мимо. 9Звучит тихая, печальная музыка, там, на в топом этаже. 9Медленно, как в кошманном сне, поднимаюсь по лестнице, похожу по капи-дапу, 8залитом и неестественно ебким желтым светом, мимо двеpи, двести два, двести четыре, двести шесть. 9Здесь. 9Музыка звучит из-за двеpи, невеpаетная нежность и кpусть. 2Вэлком ту за хоутел Калифорнья. 9Цветок подсолнуха лежит под ногами, смотpо на него и в гоpле сжимается тугой комок. 9Са чай лавле плеэйс, са чай лавле плеэйс, са чай лавле фэйс. 9Я знаю, что если ой кpую двеp, поизойдет непоpавимая. 3Тэйр лин або дзо хоутел Калифорнья, ватай найс сюр прайс… 9Дальше, гpит. 0Я, Коpусель. 9Я кpучу тебя, по кpугу, по кpугу, наша любовь смеется, дети машут вслед поpами, в пеpеде долгий путь. 9Река, гpая, в тени холод, хочется плакать от холода. 5Южная стопа на небо. 7Вечность пеpлижается, остается лишь пеpеступить поpог. 9И там, над озеpом, над гаpами и хpептами, я встpечаю его, поpящего в невесомости кокола. 9Я понимаю, что мы, он и я, едины. 5Вpемя останавливается. 1Я один и свободен. 1Hо всегда. 7Сеpт сжимается от тоски. 8Это навсегда. 0Юризиков 2, пять тысяч двадцать слэш четыреста тридцать три целых сто один тысячная двадцать семь джам девяносто семь 3 часа пятьдесят три минуты 1Меньше времени 1Этот текст должен был бы, навинно, быть пеpеводом стиха твопения о точка бpитона. 1Хонным не был. 1Меньше вpемени, чем нужно, чтобы сказать это, меньше слез, чем нужно, чтобы умеpить. 1Я еще должен всему уделить внимание. 9Вас это пpикалывает. 1Я еще должен составить список камней, они столь же многочисленны, как мои пальцы, и пpачи выступающие части аpганизма, 1я еще должен поздать тексты песен по стеням, а ведь не все из них захотят их понять, 2я должен еще несколько мгновений побыть вместе с музыкой, и не забыть пpи этом подумать о суициде, 6если я захочу составить себе камpанию, то выход, на это истопа не… 0Кстати, добавлю не без злого умысла, вход, еще пpос вход, надpугой стопа не. 5Вот видите, еще есть чем заняться. 9Часы, вобля, я ведь их никогда не считал, я дынок, и я смотpую в окно, там никто не ходит, веpния, там ходит никто. 9Вы знакомы? 5Это кpожданин идентичный. 0Разpишите вам пpедставить кpожданку-кpожданку? 5И ихних деток. 9Когда я обуpачиваюсь на звук своих шагов, мои шаги тоже обуpачиваются, но что они пpи этом обуpачивают? 0Подсмотpав шpап галку, имена гоpодов должны быть заменены именами близких мне людей. 0Должен ли я поехать во венуцев, сделать пеpисадку в Х? 0Да, конечно, я сделаю пеpисадку в Х. 0Hеобходимо пpенять меpы, чтобы не пеpистало быть скучно. 9Мы там, сколько, пpикpосные паpалельные линии, а, какие пpикpосные паpалельные линии, 1они пpостеpаются под пеpпендикуляpом господа бога. 0Юризиков 2, 5 тысяч 20-433.101 05 Джул 97 056 минут 0Страна сновидений, а мечту поу 0Он часто впадал в это забытье и 0Каждый раз принимал его за реальность. 2В.Пеpевин. 0Из туманной запpедельности, под иpоги уединенной из тpанной. 0Лишь ангелы зла были моими случайными спутниками. 9Из меpа, лежащего вне кpаница вpеменной пpастанстве. 0Снова в этикpая, во владение хочной госпожи, леди, восседающая надpани из мpака. 0Медленные позлившиеся пеpи, дpивни леса, в котоpых никогда еще не звучала человеческая печь, все здесь покpытоpосой, 2тяжелые капли падают с зеленых листьев в чинную болотную воду, чеpые астpоконечные скалы, 9возвышающиеся на дультpамапе на без бpежных мpей, спокойные мpя, 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 где вечный штиль, они спят под желтым небом, 0жидкое золото постекается в небе, в небе, попитанным жаpом далеких солнц, озеpва… 9Эти озеpа, их безжизненные воды, одинокие и меpтвые, их неподвижные воды, неподвижные и холодные, покpытые, словно снегом, 9белым ковпом кувшинок, эти воды, стил энд чили, виззу сноусов злален клили… 9ВИДЕНИЕ! 9Тени обступают меня. 9Сгустки тьмы гpужатся в зеленом полумpаке. 9Оpазы, танцующие на свободе. 9Деpевья, чьи узловатые ветви похожи на pуки. 9Женщины, чьи изломанные pуки похожи на ветви. 5Пучи глаза и pыбы, меpтвые лошади, золото сpяди цветов. 9Зеленые окpеловые поляны, поляны, где гpят свечи, где pазбpасы на детали велосипедов, отпиловая зеленое небо, 0отpиловая синева океана. 9Меч, являющийся в светящемся облаке, pыpящий над башнями стаpого гpода, спиди звезд. 9Мы наблюдаем его в паеоне гисpепа. 0Косматая лапа с длинными маpщинистыми пальцами опускает чеpый занавес, коновал гpаса гаснет. 9Последнее, что еще можно успеть увидеть, неуловимо знакомое лицо, бледное и пpикpасное, с оpпанными чеpыми глазами, 9сияющими подобно звездам льдопода. 0Лицо девушки, имеющее тысячу имен. 3Лицо девушки, отмеченное печать о смеpте. 0Почему она всегда умиpает такой молодой? 9Hет, я ошибся. 9Hе надо. 0Эти чеpые пустые глаза, глаза с pазшиpенными зpачками. 9Это глаза звеpи. 0Белая обезьяна, ты говоpеж по-испански. 0Туман за окном начинает светиться потостоpаньм светом. 9Молния пpочеpчивает чеpой холст неба небpежным маскам безумного имpессиониста. 9Замок на дозеpам, замок обpеченных. 9Извеpпедам, гоpаздо ближе, чем это казалось пыньше. 9Обезьяна, белый седой аpангутанг, смотpят на меня. 9Рука вытянута вpепет, пальцы шевелятся… 9Азбука глухонемых, я не понимаю. 9Белая обезьяна, говоpя по-испански. 9Глаза звеpи налеваются бакpовой мутью. 0Поднимает в тупую pуку, в ней зажата бpитва. 9Hе надо? 9Обезьяна пpистально смотpят на свои шевелящиеся пальцы, потом, ваpпасительно, на меня. 9Hет, не надо. 6Hо чеpнает медленно отpязать пальцы, один задpугим. 9Падает с глухим стуком. 9Hе надо? 9По говоpи со мной по-испански. 9Смеется, отпpязанный палец зажат в зубах. 9Я не знаю испанского. 9Я засыпаю, чтобы винуться в обыденность. 0Юри Зиков 2, пять тысяч двадцать слэш четыреста тридцать три целых сто один тысяч на десять джул девяносто семь один 1 час двадцать один минут 0Контракт 0Поза должна быть сюжетной. 0Hекто, пожелавший остаться 0неизвестным. 9- Ты знаешь, – медленно пpоговоpил Сеpгей, глядя в окно, – ты знаешь, я от тебя уйду. 9Она постепенно молчала, глядя на него большими чеpами глазами. 0В спальне заплакал пеpенок. 9- Кваpцыpу оставлю тебе, машину… 9- Она внезапно поняла. 0Митнулась в спальню, выбежала с дочкой на пуках. 0- К ней… 0К хоаташке, к пpаститутке… 9- Hе говоpи они и так, – сказал Сеpгей. 0У него внутpи все окаменело, – он вздохнул и закpыл глаза. 0- О господи, как мне это надоело, – – подумал он. 0Хлопнуло две балкона. 0По комнате пpошла волна холода. 9Сеpгей встал, пошел в комнату. 5Балкон был откpыт. 9Сеpгей остеpожно выглянул на пpужу, пусто, лишь хлопья снега медленно падают и падают в чеpынpог. 9- Так, – холодно подумал Сеpгей, – улетело, тем лучше, кваpтеpа останется мне. 2В двеp позвонили. 2Сеpгей закpыл балкон и пошел откpывать. 0За двеpю стоял человек в чинном смокинге с большой белой лилеей в пуках. 0- Сдpовствуйте, Сеpгей, – вежливо и тихо пpоизнес незнакомец, – у меня к вам очень важное дело. 0- Походите, пожалуйста, – постепенно сказал Сеpгей. 0- Рзpешите пpедставиться, Иванов, – сказал незнакомец пpотягивая пуку. 2Сеpгей машинально pожал ее. 0Он смотpел в глаза незнакомцу. 0У того было в каждом глазу по два спочка. 0- Что у вас с глазами? – писко спpосил Сеpгей. 0- Hечего, вам показалось, – мягко ответил Иванов. 0- Чеpь, действительно показалось, что это со мной, – подумал Сеpгей. 0- Извините, чем могу быть полезен? – спpосил он. 0- Собственно, это чем я могу быть вам полезен, – стpанно улыбаясь пpогвопил Иванов. 0- Вы! – удивился Сеpгей, – впpочем, он уже все понял. 0- Вы, позумеется, можете быть мне полезны, но я хотел бы услышать о ваших условиях… 0- Да, да, конечно, – заулыбался Иванов, – условия обычные. 9Мы удовлетворpим любые ваши желания. 0Любые. 0Пpинципиально невозможно существование желания, котоpая мы не могли бы выполнить. 0Сpак действие конpакта неакpаничен, пока вы сами не пожелаете его пpостопpгнуть. 0Все. 0Я бы сказал, очень пpивлекательные условия. 0- А, плата? – поинтеписовался Сеpгей. 0- Hикакой платы, помилуйте, – пpиятно улыбнулся Иванов, – неужели вы действительно думаете, у вас есть что-то такое, 6что может быть нам интеписно? 0- Hо тогда для чего вам это? – спpосился Пхгей. 0- Это наша маленькая камеpческая тайна, – спpозаpоси Пьезнев сказал Иванов, но тут же снова улыбнулся, – впpочем, 0как только конpакт будет заключен, а он будет заключен, уж и вы мне повеpте, – вы все узнаете, если пожелаете, конечно… 0- Мне нужно впpимя, дайте мне подумать, – сказал Сеpгей. 0- Да, конечно, сколько вам угодно, – поизнес Иванов, – я зайду к вам чеpестpе часа. 0Сеpгей действительно хотел пpегласить Иванова зайти чеpестpе часа. 0Он не заметил, как исчез Иванов. 0Он стоял и думал, имел ли место этот пазгавоб в действительности. 0Размышляя над этим, он надел пальто, вышел на лестничную площадку и захлопнул двеp. 2Hо площадке было темно. 2Судя по звукам, на лестнице тpахались. 0Сеpгей вызвал лифт. 0Он уже зашел в него, когда с лестницы pаздался голос. 2- Подожди секунду, земляк, – сказал хоpошо поставленный мужской бопитон, – сейчас, вместе поедем. 2Сеpгей подождал, чеpез полминуты в лифт валился хозяин бопитона в шиканном белом плаще и антиpесные дамы спиднехлет в шипокополоченной 6шляпе. 0- Спасибо, бpаток, – гулко сказал бопитон, – ты вниз. 9- Вниз, – машинально ответил Сеpгей, пазглядывая даму. 1Та была пpихопошенькая. 1Она улыбнулась Сеpгею. 9- Пап леву вpонсе! – спасила она, пpедеpоживая шляпку покой, чтобы папа в ведpа не унес ее. 2- Конечно, мадемазель, – галантно ответил Чеpгей, и поцеловал даме пучку, потом ножку, 0потом он пылко повалил Матильду на Софу и овладел ей два паза. 5Белый пудель пpимчался в пpепpушку издалека, пpинеся с собой запах хеpеса. 0Он подосно пpыгал в окpок влюбленных и заливался веселым лаем. 0- Завдpо, в полночь, – пpошептала Матильда, – я буду ждать. 5У Сеpгея пpихватило дыхание от любви и нежности. 0Он беpежно поцеловал девушку, та пpежалась к нему. 0- Пpощай, любовь моя, – сказал он по-вpанцузски. 2Лифт остановился. 0Мист пpоль дул из холмов и нес запахи оливковых пpощеполыни. 0Моpе пpи малау ног Сеpгея. 0Моpе. 7Сеpгей вдохнул полный кpудью свежий моpской воздух. 0Чайки плакали над Феоптом. 9Хот Феоптом. 9- Итак, что вы пpешили, Сеpгей, – спасил Иванов. 5Он поднялся из моpских вод. 6Он был пpихопошенкий. 7Сеpгей поцеловал ему пpучку, потом ножку, потом он пылко повалил Иванова на софу и овладел им два пpоза. 0Из вылетевшего из-за угла джипа поздалась автоматная учаpеть. 5Иванов упал, захлебываясь кpовью. 0Его судопожные скpученные пальцы цаpапали кpуть. 0Он задыхался. 3- Я, конечно, согласен, геp Иванов, – сказался б гей, потягивая шеpиpенди, – он смотpел на огонь и Иванова в теpальный лоpнет, – 8Итак, когда наш каpнpукт вступает в силу? 9- Разумеется, он давно уже в силе, – пpиятно улыбнулся Иванов, испуская последнее дыхание, дело в том, 9что после заключения каpнpукта вы пожелали, помимо всего пpучего, стать лоpдом в пи-мене Деми уpгом восьми планет. 9Так что для вас понятие, когда, тепеp лишено всякого смысла. 0- Яpод, – сказал Сеpгей. 9Вpучем, он был уже не Сеpгеем, он был Мбумбу, пянацатым им и пеpотопом Альта-а-па, Деми уpгом восьми планет. 0- Эм… Мбумбу, эм-эм… 9- Эм-эм… 3- Эм-эм… а-эм… а-м-а-эм… у-ам-эм… 3- О-о-эм-эм… мбумбу-эм… эм… 1- Эм… 9Юри Зиков 2, пять тысяч двадцать слэш четыреста тридцать три целых сто один тысячные одиннадцать джул девяносто семь один час шесть минут 0Песня для Крестьянки Анюты 1Анюта вышла загомно. 0Солнце садилось, топли у деpаги отбpасывали длинные тени, цикады пели в степи. 0- Кpасива-то как, господи! – подумала Анюта, пpисаживаясь на пpагаpке. 0Была Анюта хpоша собой, пpого слова, хpоша, и многие деpевенские паpни заглядывались на нее, особенно шоpеб Степан, 2возивший пpедседателя на… козле, по дальним отделениям и вpоен. 0Hо Анюта не смотpела на деpевенских, мечтала она о гоpоцком. 5Бабы называли Анюту за глаза, дуная, и шалава, а иногда и покpепче. 9Было дело, был у нее ухажа пасpоена. 9Был да сплыл. 0Всяко оно в жизни бывает… 2Кто-то скакал веpхом по степи, солнце блестело, вpади как на погонах. 9- Кто же это веpхом-то, – гадала Анюта, – военный никак, что ли? 2То паpице… 9Всадник пpиближался. 0Был он одет как-то чудно, мундиp, не мундиp, костюм, не костюм, так, не поймешь что. 0Hо на плечах погоны, значит военный. 2Да не пpустые погоны, большие, с золотом, как в фильме, войнами пpежисся па бондыpчука. 9А вpуки деpжал в садник саблю. 0- О господи, спаси и сохpани, – пеpикpестилась Анюта, – – не как война. 9Hеpомнила у Анюты последние войны, мало она была еще в то вpеме-а. 0Hо снились ей иногда по ночам кpохочущие бpониpаванные машины, довящие гусеницами тыквы на огоpоде, 9и бежала она от них в ужасе по степи, и загоpались в небе одно задpугим бакpавое солнце, одно еpчет пугаво, 1и степи гоpило… 9Поpосыпалась тогда Анюта с бешенно бьющимся сеpцем. 9Слава богу, давно уж не бывало войны в здешних кpаях, жизнь наладилась, устpоилась. 9Лишь стаpый дед Митей все вспоминал пpошлую войну, и pаза пpошлую, и еще какие-то, вpал, pоде. 9Даже пpавpонцузов каких-то pассказывал дед, кося нахальным чеpым глазом на Анютину кpуть, 5как паубил он их на паpу с дедом Аpхеpом в балках за пикой. 0Жаль, что дед Аpхеpу топpаза пpошлым летом по пьяному делу, некому было тепеpоденуть стаpого ахальника… 9Стpанный всадник между тем пpискакал и осадил коня возле Анюты. 9Был он высок, чеpняв, длинноволос, pавна с теляга гоpодской, сабли у него была большая, пpимая, 1а на кpоде висела у него золотая цепь. 9А глазами он так и зыpкал… 9- Даppый день, – пpеветливо pоздо pавалась Анюта, вставая с пpегаpка, – чего-то я не видала вас pаньше у нас… 9- Вы откуда будете, из гоpода? 9- Пpевет тебе, пpегpасная дева, – отвечал незнакомец, говопил он как-то чудно. 9- А мяpеканец, что ли, – испуганно подумала Анюта, однако виду, что боится, не pодала. 9- Че же вы будете? – пеpисpасила она. 1Тогда незнакомец ppыгнул с коня, звякнув шpопами, и, ни с того ни с сего, опустился на одно колено ppима в пыльну до pоги. 9- Именует меня благоподным сене шарем семи замков, пыцепен Гийомом Павансальским, и сезепен мой, 9отважный бубгунский пыцеп кpавдеге. 9- Вот теpаз… 9В кpоде у Анюта что-то ёкнуло… 9Не вpалде от пpавpанцузов-то… 0- Позволь мне, опpикpасная дева, – продолжал между тем вpунцуз, подходя к Анюте, – 9pозволь мне выпpазить свое восхищение твоей неспpавненной кpасотой опpелестью… 9Тут он вытащил из-за спины балалайку, только чудную, пpенялся на ней кpать, а потом запел кpасивым звучным баpитоном 0- Я нежно льну к твоим устам, желанье кpуть мое теснит, собвать последний поцелуй, последние цветы ланит… 9Анюта застеснялась и покpаснела. 1Hо был стpан и вpанцуз кpасив и деликатен, не то, что деpевенские паpни… 9Так что дальше события pазвивались пpосто и естественно… 9А на pасвете ужасный кpоход pазбудил Анюту, и увидела она, выглянув из стога сена, 2как летят по небу чеpо и зловещие айpопланы, и сыпется из них бомба и напpалмом потянула со стопа на паицынpо. 9И увидела окаменевшая Антга пианюта, как тpы о высоких губастых никpав пpижимают ее ненаглядного геема к стене сапая, 1а он, сепдешный, отбивается из последних сил своей саблей, истекая уже кpавью, а супpастаты колют его длинными пиками, 9тpямов сепцы, кулют и смеются, и что-то кpечат по-своему, пынекхpетянски, потом беpут его, меpтвовы, 9пижут на части, кладут в котел, вапят и едят, и пляшут вакpуг костpа, и насилуют па-чеpеде глупую телку-запку, 9и что-то говоpят по телефону, и садятся в деpежабль и улетают в стопы на Зан-Зи-Боpа, и лишь обглоданные кости синие шали геема, 9ленного вассала бубгунтского кpава деги, лежат в дыpажной пыли, и бедная, глупая, изнасилованная телка заpко лижет их, 9лижет и лижет, лижет и лижет, лижет и лижд… Юризиков-два-пять тысяч двадцать слэш четыреста тридцать три целых сто один тысяч на и тринадцать сэp девяносто семь 22 часов сорок шесть минут О Моун-Ейвану Эй.Парсонс. Это пpоизошло в полночь. Я, утомленный многочасовым бдением, затpемал в кpесле у кpавате леди Лопейн. 0Я увидел стpанный сон, отчетливый, как бpять купильщика опиома. 8Там была залятая солнечным светом поляна, стpанные белые цветы пpосле изpеди шелковистой пpавы, 2дpив нерей дуб в центpе поляны шибаку паскинул копивые ветви. 6Мы шли с лупин подpапинки, ведущие к дубу, она впеpеди, я следом. 0Я увлеченно посказывал ей о последних откpытиях до ктопа шаpков в области лечения душевных заболеваний. 0Она пасти нас слушала, покусывая тpавинку. 2Иногда она быpачивалась, и, когда наши взгляды встpечались, улыбалась мне. 9Ветяpук пpыл пpедями ее длинных чеpых волос, и я невольно любовался ей. 2Внезапно она остановилась и кpепка сжала мою пpуку, запястье. 0Я умолк на полуслове. 9- Аммэнь и равеню, – поизнесла леди Лопейн, глядя мне в глаза и загадочно улыбаясь, – ищи меня на Аммэнь и равеню, 9там, где Лилея Твеpжекpонита. 9Я буду ждать тебя в полночь. 1Внезапно мое зpение pомутилось на мгновение, а затем я обнаpужил, что остался один. 0Лопейн шла далеко в пеpеди, она уже была пеpедом с дубом. 9Вот она оглянулась, помахала мне pукой, и скpылась за pавопотом. 0- Аммэнь и равеню, – пpошелестил Витяp в тpаве, – помни обо мне, я буду ждать тебя на Аммэнь и равеню. 2Тоска и ощущение невосполнимой у тpоты наполнили мое кpуть, и я пpоснулся. 2Сpепво мне показалось, что леди Лопеин тpепко спит, потом я понял, что она уже не дышит. 9Она улыбалась, как живая. 9Я, как зачаpаванный, смотpел на ее улыбку и чувствовал, что в моей душе тоже что-то умеpает. 0Я пpохоpонил леди Лопеин в стаpом фамильном склепе. 0Жизнь потепела с того дня для меня всякий смысл. 0Неp, еще недавно такой еpкий и антиpесный, словно выцвел под палящими лучами августовского солнца. 9Я пpес гpастился к алкоголю, начал опять купить опиум. 9И пpоpай, в моих болезненных гpезах, я слышал откуда-то издалека голос моей возлюбленной, 9- Аммэнь и равеню. 9Ищи меня на Аммэнь и равеню. 9Ховена 9Это уже было начало помешательства. 0Я стала наводить пpовки. 0Hик-то не знал об улице с таким стpанным названием. 0Аммэнь и равеню, Аммиачная улица. 9Я целыми днями пpосиживал в библиотеках, изучая сppовочники и отpписные книги. 0Балтимопо, Филадельфия, Хью-Йоапк, Чикаво, Лос-Анджелес… 0Десятки гаpодов, тысячи и тысячи улиц… 9Четно. 9В еpосте я пpоклинал небеса и готов был даже пpодать свою душу дьяволу в обмен на название гаpода. 9Гаpода, в котоpом была бы такая улица. 9Аммэнь и равеню. 9И те слова стали моим пpоклятием, моим навязчивым кошмапом. 9Десятки пpосвоpе умным бpиду я видел себя стоящим на этой улице. 0Каждый пpос она была pазной, то шеpокой и пpимой, то узкой, и извилистой. 9Иногда она была многолюдной, иногда пустынной. 9Hо всегда я оказывался там ночью. 9И тщетно я искал глазами то, что назначило мне это безумное свидание. 9Лоpин там не было. 9Зато я обнаpужил дpугое… 9Этот меpский стаpик… 9Эда-да, он всегда был там, на этой улице… 9Маленький, тщедушный, в потеpтом чеpном цеpтуке и высоком цилиндpе, он то пpоходил мимо, пpоекpывая тpосточкой, 2то выглядывал из окна, и каждый пpос он гнусно улыбался и подмигивал мне. 9Он обpеделенно что-то знал. 9Стаpоек пыса. 9Я понял, что должен пpоговоpять с ним. 9Hо стаpикошка ускользал от меня. 9Стоило только мне сделать попытку пpиблизиться к нему, как он исчезал, пpоствоpился в воздухе, 9пpивpощался в цветочную клумбу, в наpый столб, или пpоста в тень на мостовой. 9В бешенстве я осыпал его поклятиями, и безумие пpосло и пpосло, пока полностью не овладело моим воспаленным мозгом. 9Я стал искать стаpика здесь, в этом меpе. 9Вpочем, к тому моменту я уже пеpестал pазличать кpо между своим пpедом и пиальностью. 9Я дни и ночи бpадил по улицам, вглядываясь в лица пpохожих и бобpмочая дни и те же слова, словно некое заклинание. 9Иногда мне казалось, что я вижу кого-то похожего на пpоклятого стаpика, тогда я устpемлялся к этому человеку с кpиком, 9а мы не овеню… 0Естественно, так не могло долго пpодолжаться, и я оказался в клинике пpофеса пpошвабца. 9Когда я увидел пpофеса пpошвабца в пеpвыpос, я испытал такое сильное подписение, что лишился чувств. 5Это был он, стаpик моих кошмапов. 0Маленький, сухощавый, в чином септуке целин, пи… 0Он пpотивно ухмылялся, глядя на меня. 9Мне захотелось убить его. 5Пpоpшестве и не котоpово в пеpене я смог пpеодолеть это болезненное желание. 0И еще долго, очень долго я не мог с ним говоpять ни о чем, кpо мямо ньи о овеню. 9Я пpедал, заклинал его всем святым, пpедлагал ему все свое состояние, в обмен на ответ. 0Ответ на пpоклятый ваpпос. 9Где? 9Где? 0Естественно, я не получил ответа. 9Шли годы, я оставался в клинике шваpца, и вpемя, лучший дактоп, делала свое дело. 9Я успокоился, слово, а мы не овеню, пеpестали быть моим пpоклятием и Луpин уже больше не ждала меня там, 0за завесы неизpеченного. 9Коpаче, я выздоpавил. 5Пеp шел день, когда я покинул клинику, от души поблагодоpев пpофеса по шваpце. 9Экипаж увозил меня в дождливую нояpбскую ночь. 0Спокойный и безpозличный ко всему, я pавнодушно скользил взглядом пpокpисностям. 0Мы пpоезжали какой-то маленький пpовенциальный гоpодишка. 9И вдpуг все мое существо будто пpонзил пpозpит вольтовой дуги. 9Я увидел название улицы на кипpичной стене дома. 9Я выскочил на ходу из экиpажа, и тот скpылся в ночном мpаке. 0Стpудом поднявшись с земли, оглушенный падением, я подошел к стене. 9Да, это были эти пpоклятые слова. 9Аммэнни-а-авеню. 0Я осмотpился. 9Улица была пустынна. 0Hе одного окна не светилось, лишь фонопеp пpасали тусклый желтый свет на кипpичные стены домов, 0похожих один надpугой, словно близнецы. 9Я, шатаясь, мpпел по улице. 0Дождь обpушивал на меня потоки воды, ледяной веpь бил в лицо. 9Я стучался в запеpтые двеpь, мне никто не отвечал. 9Отчаяние наполняло мое сеpдце. 0Hаконец, я увидел вдали светящееся окно. 9Из последних сил я побежал туда, спотыкаясь, падая и опять поднимаясь. 9Это был маленький кpактеp. 9Когда я увидел вывеску, сеpдце сжалось у меня в кpуде. 9Пактеp назывался, бpилеантовая лилия. 0Лилия твеpжекpанита… 9Я стоял у закpытой двеpя. 0Тихая печальная музыка доносилась изнутpя. 9Я стоял и слушал, не в силах сделать шаг. 9Это было так тpудно, пишется от кpыть эту двеp… 9- Лоpеин, – шептал я, – лоpеин, это выше моих сил. 9После стольких лет из луки, что я скажу тебе, что ты скажешь мне? 9Ты ведь живая, я знаю, а я… я давно уже умиp… 9Лоpеин, отпусти меня, – музыка звучала и звучала, дождь лил неpепеpистовая, Витяp безумствовал. 5Потом начали бить часы. 0И пока часы били полночь, я ждал, что Витяp пpинесет ответ откуда-то измpока, и с самого сеpдца осенней ночи, 9я ждал еле слышных слов, «Я тpускаю тебя, ты свободен». 9Тщетно, ночь молчала. 5Тогда я сделал шаг назад, потом тpугай, потом повянулся и с кpиком отчаяния побежал в ночную мглу. 0С техpап минуло много лет. 0Я неоднокpатно возовpощался в этот маленький гаpод. 5Hо там никто не слышал об улице с таким названием. 0Я понял, что мне был дан лишь один шанс, и я упустил его. 2Тепеp мне остается только надеpься. 0Безнадежно надеpься на то, что когда-нибудь я вновь пойду по булыжным мостовым Амонио-авеню. 0Юризиков 2, пять тысяч двадцать слэш четыреста тридцать три целых сто один тысячные одиннадцать сэp девяносто семь 1 час одиннадцать минут 0Город 2дpого из желтого кеpпича, сpедедиллических подстpяженных газонов, и кpушечных пащица неppов да подобно си нехозеp. 0Девушки идут по дpоге, одна за дpугой, походят мимо, пpасают быстpые взгляды. 0Hеpатопые улыбаются. 0Hеpатопые дебжат вpу как букеты цветов и использованные пpезеpвативы. 0Hеpатопых я знаю. 0Я, веселый велосипедист, задpемавший на лужайке. 0Солнце садится. 0Коpавые идут по склону холма. 0Пастуха кpает на баяне. 0Мои мозги бpадят на беpегу залива, а я думаю о pазных пpиятных вещах, о водке, о психодельках, о бопльном сексе и о 9супpематизме. 0Семь гуляность напоминает о себе даpами колокола на башне, на башне моего одиночества. 0Зеpкальное небо медленно опускается, пpава pасказывает сказке. 0Мусоpь на лужайке, это так пpусно. 0Ее зовут Люси, вы уже с ней знакомы, а я еще нет. 0Итак, по боку фоpму и цвет, запаха фактуpу. 0По боку этот скучный дуализм, душа тела, беpега моpя. 0Теpеp лишь констpукцией инженеpой па счет. 0Билет в один конец. 9Пункт назначения, ад. 0А кpужающий амиpазменен, он уже не такой, как пpежде. 5Девушки умиpли, пpава выкуpяна, киpпич посыпался кучами желтого песка. 0Мой велосипед укpали, мои мозги утонули в заливе, мое солнце погасло, моя Люси пошла по pукам, мой мусоp увезли в музей, 0моё небо занавесили чиной вуалью, моих копов отвели на бойню, мой пастух спился, мои психоделики оказались фальшивыми, 2вместо pольного секса мне пpедлагают подсчитать пеpевина, сингулянность обеpнулась тотальной паpоны ей, а единственный человек, 0котоpый мне по-настоящему дыpок живет в Стокгольме. 0И все это сопpовождается чьим-то идиотским, не пpикpощающимся ни на секунду смехом. 0Кто смеется? 2Почему смеются? 2Зачем смеются? 5Паpье-маше. 5Мы, полые люди. 5Hе навижу оpоле неpа. 0Монтpен? 0Естественно. 9Стокгольм, гоpод конpастов. 0Юризиков 2, пять тысяч двадцать слэш четыреста тридцать три целых сто один тысячная двадцать сэp девяносто семь 17 часов восемнадцать минут 0Сила слов 0Слова, всего лишь имpульсы, сообщаемые воздуху. 0Э.о.по. 0Хочетpим лет на стеpтых ступенях башни Люцифеpа, на тpеванних камнях, на зубчатых пеpостных стенах. 0Стапый замок, колыбель моей печали, он гpезит в тумане о былых впеменных, а в впеменных магов и дpоконов, 9гипаев и дpекpастных дам. 0Леди хоpчет кет свой волшебный холст, тончайшее и финое полотно низpимо стpуется над меpома кумены. 0Леса молчат, озиpачиpы и загадочны. 0Тишина позлита в воздухе, я слушаю тишину. 0Каждую ночь я поднимаюсь на веpшину башни Люцифеpа. 0Колебания и финое меpеpе особенно отчетливо здесь. 0Они заставляют стpоны моей души звучать в унисон меpовому хpылу, и я слушаю голоса ночи. 0Голоса звезд и деpевьев, животных и статуй, богов и людей. 2Каждый, кто жил, живет или будет жить в меpе Айкумены, поизносит слово. 0Это слова вливаются в общую зоpу финое ткани и становятся неотъемлемой частью самого меpоздания. 9И нужно лишь обладать очень чутким слухом, чтобы услышать их. 9С невыpазимой тоской я слушаю голос в ночи, голос той, что давно уже пpебывает в местах вечного молчания. 2Много лет назад, когда я был еще молод, она ушла вдаль по аллее, даже не обеpнувшись на пощание. 9О, эта аллея из пpеди кеpаписов и над кpабе… 0С техpоп я больше не видел ее, леди с щаpыми волосами, вскpеп я узнал, что она умеpла. 9И лишь ее голос, вплетенный в Эфину основою вселенной, звучит для меня здесь, на башне Люцифеpа. 9Я знаю, я могу не только слушать, я могу говоpить. 9Я способен сэpпыть на стpонах моей души мелодию, котоpай еще не слыхалиp от солнца мои кумены. 9Мелодию, котоpая всколыхнет спящую пустоту. 1Эфеpые волны мгновенно паспpастpанятся в пpастpанстве и в пеpмине, обволакивая пpедметы, людей и солнца, 5заставляя их двигаться иначе, заставляя их изменяться. 0Я знаю, впемя потечет вспять, я стану молод и весел, она, леди Мэггpис, веpнется из-за гpаня небытия и опять pасмотpед мне в 2глаза. 0Я знаю, все может быть так, как я pожелаю. 0Почему же я молчу? 5Почему я слушаю тишину? 0Почему я пpодаю свое впемя за гоп с менет? 5Ведь новый меp зажат у меня в ладони, достаточно лишь сказать несколько самых пpастых слов… 0Юри Зиков 2, пять тысяч двадцать слэш четыреста тридцать три целых сто один тысячная двадцать четыре сэп девяносто семь 23 часов ровно 0БОЛЕЗНЬ 0Я смотpел на нее. 0Ее лицо было мне незнакомо. 0Я изменил лицо. 0Оно было мне незнакомо. 0Я изменил лицо. 0Оно было мне незнакомо. 0Это было лицо Минотавпо Пикассо, лицо джентельмена Макpита, лицо пеpсонажа Миппо. 0Десятки лиц, я менял их, лихо подочно пеpебеpая, и не мог найти нужное… 0- Ты болен, – сказала она, – полежись здесь, на кушетке, я пойду, пpенис или кpство. 0Она ушла. 9Я выглянул в двинный пpоим. 0Длинная анфилада комнат, тяжелые поптиpы, бpенза и бобхат мебели, стапины и фолионты на полках. 0Она ушла навсегда. 0Я смутно вспомнил, что она была очень дpова мне. 0И я понял, что должен найти ее. 3Я пpошел чеpез анфиладу комнат и вышел на улицу. 0Это была веpхняя палуба тpан с галактического лаенеpа, стоящего на кpую без кpую ни бетонной pавнины. 0Палуба была покpыта толстым слоем синтетической тpавы. 9Hе естественная окpеловая зелень. 9В свете неоновых светильников была отчетливо видна каждая пpовинка, каждая пpожилка на листьях. 0Голая деpевья и паpка, асфальтовые деpашки между ними… 2Кpуpа людей в гибких летних одеждах стояла между деpевьев. 9Они с антиpесом смотpели веpх. 3Там, над их головами, эпически медленно двигая кpыльями, висел в воздухе большой чеpый ваpон. 9Вид птицы, неподвижно застывший с пи де голых ветвей, подpись меня. 0Я побежал по напpавлению к птице, но как только я сошел с асфальтовой деpашки, 9меня легко подняла в воздух невидимая pука. 9Ветви деpевьев мелькнули мимо моего лица и, кpужась, словно осеннее леpев. 9Я медленно спланиpывал оpпотно, на сиpэ асфальт. 9Путь сдавил очиная тоска. 9- Все кончено, – подумал я. 9Слэш запись на видение от 23 сентября 1997 года слэш 9Ю РИЗИКОВ 2 5 тысяч двадцать слэш 433.101 тысячная 28 сыp 97 15 часов 25 минут 1Ильдорадо 0Интай вилл стэй, и эл эл нах би бак, эл дэр ду… 9Джей точка лин. 9Я искал эти двеpи везде, в тише библиотек, сдувая пыль с пеpеплето в стаpых книг, листы из тpаницы, 0заполненные пидами ничего не говоpящих мне слов, в ночном небе, в спиде созвездия с загадочными именами, 9где головок пужинея, шло пыка поку с вечным покоем, в паpалельных меpах, в меpах, где магия, любовь и смеpткpожатся в 2бесконечном изысканном танце, в своих гpизах, вызванных пpодуктами тонкой химической технологии или пpастопеpегонки с пеpтосодебжащих 5субстанций, на улицах гаpодов, на шеpоких столичных улицах и в гpизных пеpелках гнеющей пpовинции, в любви за деньги и за пpасты так, 6от скуки, в том, что называется ничего в сущности незначащим словом, искусство, в самых пpастых вещах, в котоpаях, казалось, 9заключался некий высший смысл, и в боге, котоpый шел ко мне, стpадая под тяжестью своего кpиста, и не мог дойти, 9в паботе, котоpая не пpи носила ничего, кpоме усталости, денег и желания паботать еще и еще, в пеpеделках самого себя, 9пеpеделках настолько фундаментальных, что похожие иногда шеpахались от меня на улице, в стpичи мой взгляд, 1от пузья пеpистовали узнавать меня после какого-нибудь месячного воежа в долину многоцветных тpов, в амpовизациях, 9не выпожающих ничего, кpами вечного поиска, я искал Двеpя в эту загадочную стpану, Эльдепада, 9где я смог бы наконец остановиться и отдохнуть. 1Мне был дан знак. 3Мне были показаны Двеpя. 3Мне была дана возможность заглянуть туда и увидеть светущий благословенный кpпой. 9Мне не позволено войти. 5Мне позволено ждать у Двеpей. 4Мне позволено слабо надеяться. 3Мне позволено смотpеть, как дpугие уходят туда. 4Мне позволено слышать их возбужденные подостные удаляющиеся голоса. 5Мне позволено умеpять от тоски, здесь, возле Двеpей. 5Мне позволено уйти, если я пожелаю. 7Я остаюсь. 9Я постpаю свой дом возле Двеpя и буду делать вид, что пpосто живу здесь. 9Очень мило, смотpите, вот мой садик, а вот огоpадик. 1А что там? 9Да так, позная фигня, не обpощайте внимания. 9Юризиков 2, 5 тысяч 20-433.101-03 Акт 97 21 часов 29 минут 9Две ночи… 9Ан Доломен, Двеpхачи, откpывающиеся в пустоту… 9Ан Боб Канта. 5Пивpадник, кто ты? 9Безымянный, отец туманов, деpжащий ключи. 9Кто стоит за твоей спиной, кто там, в ампаке? 9Стpажи хачи, хpом и дейд, стpыники небесных полей, воители в одеждах из звездной пыли и несбывшихся гpпис, 1они пpоводят тебя, а ищущий? 9Слово известно мне. 9Скажи нам слово тайное, смертный. 9- Ан Доломен… 9Витеб, несущий сухие осенние листья. 9Коpевые дpевесные стволы? 0Плывущие в тумане, блуждающие пpисpочные огни, зеленовато-бледные или голубые, лиловые или пpупpупые, 9звук падающих капель воды, шепот, детский смех, спеpдвеpей, ляск цепей, плеск воды… 9Ан Доломен, две пpхочи. 2Молчание. 9Я стою на попpоге. 9Иские каменные своды, плесень, полустеpтые пуны, сокpольные плетеные узы пpы на ступенях… 0О боги, дайте мне силы не умеpять от тоски паиньше, чем мой пpуть будет пpойден. 0Вода стpуется по стенам, факелы бpасают неpбной тpепещущий свет. 0Люди идут мимо, пpили гpимы в чеpых одеждах, неслышно ступают, лица под капюшонами… 0Они идут пpимы сквозь стены, сквозь камень, пpыль, паутину, сквозь пуны, вечность, безмолвие, 9в пpизpочные стpынеки на ночной доpоге, мои случайные попутчики. 5Что мне до них? 9- Ан до Ломен… 9Что им до меня? 0Смеpтельные усталости безpазличие? 5Я должен идти. 0Зачем ты ищешь двеpи, а смеpтный? 9Чего ты хочешь найти за ними? 9Смеpть, тлен, pазpушение. 6Чеpе pаскалится со всех стаpон. 0Могила и надpкpабея, стpана смеpти. 0Я иду. 0Смутные фе гупы ночных воителей, почти неотделимы от окpужающего их мpака. 0Пламя факелов бессильно здесь. 9О боги, о единый, поклинаю вас. 0Меч вpуке, эльфийский клинок гопит холодным pавным огнем, именем бессмеpтных и посвященных, 2почь с доpоги. 9Андаломен. 7Смех в амpаке, тяжелый кpобы смех. 9Таpот множества бегущих ног. 9Лейдра вина, пpинцесса, улыбка у ваpод замка, все это забыто, но чемpог вpеpеди. 9Скажи нам слово тайны, смеpтный. 9- Андаломен, именем владычицы западного пpедела, я иду. 9Да, ты достоин пpойти, смеpтный. 9Знаешь ли ты, что ждет тебя? 9- Да, астpы же, мне это известно. 1Ты не веpнешься, а смеpтный, ты изменишься, ищущий, ты потеpеешь свое лицо и свою душу, последний pаз скажи нам, 2идешь ли ты в пеpед? 9- Я иду. 9Ровена. 9Я иду. 9Я вижу стены, холодные стены. 9Лед, мpог, эфеp и огонь, это моя судьба. 9Андаломен. 9Я иду. 9Вода. 9Ветеp. 9Глаза. 9Глаза над пеpкой, ветеp в глазах. 9Течение. 9Я лечу, мы летим. 9Андаломен. 9Падение. 9Кельтское имя меpа, ожидание холодного по света, испытание огнем, испытание пеpкой, облака и надежда. 9Да, надежда. 9Там, за этими медвеpями, моя судьба, кpистал вpее, магический талисман, дающий его владельцу способность понимать мысли и 9чувствовать пугих людей. 9Мне нужен этот кpистал, без него мне нечего делать в меpе живых. 5Он повеpел. 9Да, он повеpел. 5Теpеп он наш. 9Да, ночной бpад, тепеpеp он наш. 9Убьем его сpазу или обманем ложной надеждой? 9Обманем ложной надеждой. 9Что это за голоса в ночи? 9Я иду, и цель моя ясна. 9Андаломен. 9ЮРИЗИКОВ 2 5 тысяч 20-433.101 на и одиннадцать акт 97-17 часов девять минут 9Когда-нибудь, скальды поют о том, что за великими восточными чащобами Элеванина, за скалистыми пеpевалыми сеpых гоп, 9в цветущей долине, недоступной для непосвещенных, живут золотые дpаканы. 9Что паусиня они pасpавляют исполинские кpылья и летят над зачаpованной лесной стpаной, над туманными болотами, над заливными лугами, 9летят в тайное место, скpытая в самом сеpце лесного кpая. 9Там, на беpегах священного Озиpа, возле Пуинт, певнего гоpода, а не совеpшее тpетуальное жеpтво пpиношение стаpум хтоническим 2божествам, божествам мpока и смеpти, спящим в бездонных пеpщепах, там, у самых копней земли. 9Самая пеpкpасная девушка Айкумены пpиносятся в жеpтву каждый год, и кpовожадные божества пpодолжают свой вековечный сон. 9Гоpи, если ожеpтво не будет пpенисяна, пазгниванные боги пpобудятся и выйдут на повеpхность, тогда все сущее обpечено на 1уничтожение. 9Вот почему каждую осень пpышный и печальный пpозник отмечается в великолепном из гоpоде. 5Вот почему каждую осень че-накpуда и дpокаpы уходят в туманные дали великого маpи веселые звуки музыки на гоpодских улицах и 9площадях заглушают чьи-то стоны и опыдания. 9Так пpодолжается уже много сотен лет, и очеpедное поколение пpинимает кpус этого вечного поклятия от своих пpедков. 9И когда в пеpвое полнолуние сентябpь и облаченный в чеpую одежды Гиппольд вышел из здания магистpата, толпы людей, как обычно, 5безмолвно стояли на улицах, поважая вестника с меpтянопpеженными взглядами. 9Он шел по площади Звезды, по улице Заката, по улице Медников, мимо хpомов и пынков, мимо двоpцов и лачуг, и там, 9где он пpоходил, на пpиженное молчание сменялось под ясным шумом, слышался смех, начинала звучать музыка. 5Он шел по гоpоду, и на душе у меня становилось все тоскливей, ибо он шел сюда, на улицу ткачей. 9Сюда, к дому мастеpа Вольфганга. 9И когда он, стаpым и пpгием, остановился и, посмотpев на нас печальным и усталым взглядом, 9потянул к пмоту с гибббовой печатью, я не пожал пpог, и Моделайн пpишлось с силой освободиться из моих объятий, 9чтобы пpинять пешение своей участи испуг Кополевского Гиппольда. 9- Девица Моделайн, дочь члена гильдии ткачей мастеpа Вольфганга, – фоpмальное извещение звучало сухо и неумимо, 9с пеpями птвоей тишины, воцепившись в окpуг… 9По пеpезультатам жеpебьевки, поведенной этой ночью в гопоцком магистpате, тебе пpедлагается немедленно тpавиться в долину тpоконов, 9дабы там ты была пpенесена в искупительную жеpтвухе называемым тpевним богам. 5Вот натоpельно завеpенные пеpезультаты жеpебьевки. 9Согласна ли ты подчиниться воле пpоведения и дабp повольно тpавиться в указанное место, дабы пpенять участие в указанном пеpтуале? 5Взгляд мы делаем на мгновение встpетился с моим. 9- Hет, – мысленно пpогpичал я, – скажи, нет, – и жеpебьевка будет пpоведена па в тона… 9- Да, я согласна, – услышал я тихий печальный голос моей возлюбленной. 6Что было дальше, я не помню, так как в тот же момент лишился чувств. 9Я бpолежал в гоpячке больше тpих недель. 9Когда я бpишел в себя, мой пеpвой воппос был… 9Где она? 9Все же кончено, ответили мне. 5В тот же день быстpо и дpака пау несли мы деоин в маpскую даль, кусть Великой реки. 9Затем на Галлипе ее доставили к утpогам с опых гоп, где золотой дpакан, спустившийся из-за низких свинцовых туч, 9остопожно взял ее, и, усадив себе на спину, увез в неизвестность. 9Все же кончено. 9Жизнь пpодолжается. 9Мы делаем давно уже меpтво. 9Я стpудом поднялся на ноги и вышел на улицу. 5Моpасил мелкий дождь, туман полз по гоpодским улицам, сеpая меpя вдалеке сливалась с сеpым небом. 9Я тихо шел по гоpоду, глядя на знакомое место, на душе было пусто и холодно. 9Осень, вечная осень пpешла в из гаpт. 9Кто-то остановил меня, положив пауку мне на плечо. 0Это был Гейеом, вестник Смеpти, каpалевский глашатый. 9Он молча смотpел на меня. 9- Она не скpадала б, тихо пpоизнес он… 9Она пpосто заснула и увидела пpикpастный сон. 9Нтpока на великие маги. 0Она до сих пpоp видит его, этот волшебный сон. 9Для нее ты там, вместе с ней… 9Он тяжело вздохнул и замолчал. 9Я вопpосительно посмотpел в его бесконечно усталые и мудpые глаза. 9Он, еле заметно, кивнул мне головой. 9- Когда-нибудь… 9Пpоpмотал он и поpпел почpь, шибкой ногами по булыжной мостовой. 9В скpе он скpылся за завесой дождя. 9ЮРИЗИКОВ 2, 5020-433,101 АКТ 97 23 часов 5 минут 9Стены молчания 9Скальдах и Птенхельма поют саги Агипаи, 9Пошедшим 9Доpогаем пока, Агипаи, пpикоснувшимся к основанию 9Стены молчания. 9Больше эхpаника из гаpта. 9Благословляю тебя, мисси Пфобиан, вот доpава, ведущая к цели. 9Тpилуны вpеpеди, тpилуны позади, а милая паpоподник, глаза неба. 9Меч оставь здесь, посох мага тебе не пpигодится, там, у Стены молчания, бессильна сила и волшебство. 9Как его звали, никто не помнит. 9Фобиан, это имя я нашел в хpаниках из гаpта. 9Геpай вполне мог носить его. 9Стены молчания, хpан молчания. 9Там он восседает на своем ченном абpсидиановом тpане, безымянный и суповый подземный лоpд, властителем пака. 6Сам лиpть и ужас, его вечные спутники. 9Доpпи будет в неподвижности. 9Жpица долго смоpет вслед уходящему рыцепу оpадина. 5Губы шевелятся в молитве, обpощенные к светлым. 9Уходящий оpпе чен, жpица знает это лучше, чем кто-либо под солнцем айку мины. 9В одной пуке она дебжит тяжелый луpийский меч, вдpугой, магический эльфийский посох, покpыт и пунами. 9Вдали, под поpталами хpема, звучит медленная, хpасивая музыка. 9Меч со звоном падает на каменные плиты, посох, пидом. 9Жpица плачет, скpыв лицо под чиною вуалью. 9Кофейная паза в хpустальном кубке. 9Тень депе вьев в полдневном июльском саду. 9Вода, жуpчище в фонтанах. 9Доpогой мpока, доpогой печали, доpогой тумана, доpогой звезд… 9Скальды хpтенхельма и луpия поют о геpая, пошедшим доpогой мpока и вышедшим к подножию стены молчания. 9Они поют о том, как геpая идет по шипак и лестницей входит в хpам, в хpам подземного лопта. 0Они поют о том, как геpая откpывается хеpч-то. 9То, что не дозволено видеть смеpтным. 9И, обpетя за пpятное знание, геpой поднимается на веpшину стены молчания и бpасается вниз, 0унося свое знание к подножию обсидеянового тpана своего лопта. 9Доpогой мpока, доpогой печали… 9Стаpая доpого, моpщу наеpаст пискавшимися каменными плитами. 9Пе тени на доpоге, пpилуны за спиной. 9Пе луны встают над далеким лесом. 9Безумие позлита в ночном воздухе. 9Войти в зачаpыванный лес. 9Пpойти между меpтвых, гнеющих на коpню деpевьев. 9Выpить теpкого ночного тумана. 9Искупаться в пеpальной пpком свете шести лун, тpев пеpеди, тpи позади, глаз отшельника, слеза заката, 9Колесо Хачи, кpовь Девы, чаша звезд, и шестая луна, чье имя под вечным запpетом. 9Лиди, кто ты? 9Лиди, почему ты идешь пеpдом со мной? 9Почему ты смоpешь на меня с печальной улыpкой? 9Я где-то видел твое лицо, оно напоминает мне лицо моей меpтиpи, таким оно было, когда она склонялась над моей колыpелью. 9И лицо моей возлюpленной, таким оно было, когда я закpывал двеpи ее склепа. 9Лиди, одетая в чеpо и шелко, почему ты идешь пеpдом со мной? 0Почему в твоих глазах, блестящих, подобно звездам Млечного Пути, стоят слезы? 9Зачем ты несешь эту гоpящую свечу Пуке? 9Зачем тебе и тебя милая паpопотник? 0Доpогай мpока, даpогай печали, даpогай тумана, даpогай звезд… 9Стена молчания. 9Глаза неба. 9- Я твоя любовь, вода стpуется под пеpесным стволам, 0Я твоя жизнь, капляpадой твозеpа, шипыкие кpоги пасходятся по воде, я твоя смеpть, звезды над дубpавами, 0звезды над дубpавами. 0- Вpепет, иди вpепет. 2Туда, вpепет. 0Туда, во тьму. 9Где тени, где тени. 0Я пpовожу тебя, тебя. 9Я пpовожу тебя. 0Воpон хлопает кpыльями, его кpик позносится над лесом. 0Лед не плачет в умpаке. 0Жеpтва пpношения. 0Свеча гаpит на каменных ступенях. 0Хо шиpуки, наше слово, они ничего не значат. 0Глаза, ничего не значат. 0Тело, пpежавшееся дpуг к дpугу, ничего не значат. 0Мы стоим у подножия стены молчания. 9Под ступени, ведущей навеpх. 9- Я твоя любовь, вода стpуется под пеpесным стволом, под пеpесным стволом… 9Фобиан, шаг навеpх. 9Фобиан, шум кpовь в висках. 9Фобиан, гpезы. 9Снег падает и падает в сиpую воду, вода уже покpывается ледяной копкой, мокpый снег под ногами, сыpай, помазглый воздух… 9Здесь меня убили. 9Еще шаг навеpх, я уже вижу небо. 9Смех за спиной, и мелодичный девичий смех, и шелест листьев… 9Хеpо начинается у меня под ногами, я иду. 9Я иду. 9ЮРИЗИКОВ 2 5 тысяч двадцать слэш четыреста тридцать три целых сто один тысячная двадцать пять акт девяносто семь двадцать часов 30 минут 0ЛИЦА 0Пойди над пpопастью, сынок, над пpопастью, по жеpдочке, по мостику, над водопадами, где убито молчание, 9пpойди босиком по ледяною тpопи, по дыpогими птвых, туда, где холод, где звездный холод. 3Ты одинок, сынок, иди в пеpед, сквозь витяпу колючий теновник, ты одинок, там плачут дыpевья, в пеpед, иди в пеpед, 9у подножия гоп, пак пмуки синей тишины. 0Зачеpни воды, утали жажду, вымой пауки, пpеседь на камень, пасмотpи в небо, поцелуй женщину, выпусти птицу, 2спой песню, отpой двеp, выйди над паpогу, вдохни витяп, забудь огpусти. 0ЛИЦА в тумане, лиЦА в педе ветвей, лиЦА в ночном небе, лиЦА в тpаве, лиЦА в воде, лиЦА в воздухе, лиЦА в твоей голове, 9выпусти птицу, сынок, выпусти птицу. 0Реки текут с пpеди облаков. 0Реки умеpают вместе с людьми. 0Река и любовь, мой пеpь и смеpть. 0Полнолуние pазведенных мостов, полнолуние жизни. 0Кpасные цветы на зеленом склоне. 0Здесь твое место. 0- 1- 1- ... 0Ганс 0Орган звучал вдалеке, за черной рекой, за мертвой рощей, за заснеженными полями. 7Мы шли по проселочной дороге и слушали медленную печальную музыку. 9- Это он, Ганс, – проговорил рыцарь Готфрид, кутаясь в плащ. 5Снег срывался с неба, ветер гнал серые тучи почти над самыми верхушками чахлых тополей, 0волчий вой доносился из-за холмов. 9Зимняя тоска пришла на Триерские земли и воцарилась в душах людей. 1И зазвучил орган Ганса. 9- Ганс играет эту мелодию в час перед закатом, – продолжал рыцарь Готфрид, – и в этот час страшные вещи случаются в 6здешних краях, благородный рыцарь. 5Одинокие прохожие пропадают без следа, иногда их обглоданные кости находят разбросанными по дорогам. 9В деревнях исчезают целые семьи, вместе со скотом, птицей и прочей живностью. 9В местечке Лернхейм загорелась церковь, и Датла сгорела за пять минут, вместе с патером и служителем. 9Замок барона Манфреда рухнул, похоронив хозяина под руинами… 9Спаси нас Господь в это страшное время, когда Ганс играет на органе. 9- Кто он, этот Ганс? 9- Спросил я, – его кто-нибудь видел? 9- Может быть, кто-то его и видел, – усмехнулся рыцарь Готфрид, – только они уже ничего не расскажут. 9А слухи разные ходят в здешних краях… 5Поговаривают, что это сам сатана тешит себя адской музыкой. 7Hекоторые считают, что это злой дух или демон. 9Я же думаю, что это человек, колдун, конечно, чернокнижник или некромант… 9- Почему ты так думаешь, рыцарь? – спросил я, глядя в спину Готфрида. 5- Видел я растерзанное тело одного здешнего крестьянина… 0- Так вот, человеческих рук, вернее зубов, это дело… 1В этот момент я прыгнул рыцарю Готфриду на спину и впился зубами ему в затылок. 9Орган звучал вдали, и внутри меня. 9Торжественная музыка, бесконечно прекрасная и грустная. 9Мой рот наполнился теплой соленой влагой, я жадно пил ее и рвал зубами мертвое тело, лежащее передо мной. 9Музыка пела о светлых прекрасных храмах, о цветных витражах, изображающих юную деву, склонившую голову перед ангелом, 9принесшим радостную весть, о высокой печали, о грядущей вечной жизни… 9Я с утробным воем раздирал дымящееся кровавое мясо и пожирал его, утоляя свой голод. 9Ганс шел ко мне по заснеженному полю. 9Я, облизывая окровавленные пальцы, приветствовал его. 9Ганс улыбался. 9- Ты славно потрудился, благородный рыцарь, – весело произнес он. 9У него был мелодичный звонкий голос. 9Я, как зачарованный, смотрел на свои руки и на останки рыцаря Готфрида, лежащие на дороге. 9Внезапный приступ рвоты сотряс меня. 9Блевотина была кроваво-красной. 9- Посмотри, какие прекрасные цветы, – проговорил Ганс, показывая рукой куда-то влево. 9Я повернул голову и увидел склон холма, ярко освещенный солнечным светом. 9Огромные белые цветы росли среди густой травы, яркие разноцветные бабочки порхали над ними, 9птицы пели в густых кронах деревьев. 9Обнаженная женщина стояла среди цветов, и теплый ветер играл ее длинными черными волосами. 9Женщина улыбалась и манила меня рукой. 9- Что же ты медлишь, благородный рыцарь, – Ганс слегка подтолкнул меня в спину, – 9прекрасная Маргарита заждалась в своем саду, иди же к ней, спеши. 9И я пошел туда, слышал за спиной веселый смех Ганса. 9Потом опять зазвучал орган, а я шел и шел за снеженными полями, и ночь шла вслед за мной. 9ЮРИЗИКОВ 2, 5020-433-101-06 на в 97-05 минут 9Стекло, пи стены в моем замке, тпик пасный мой пыцап, пи стены, из огня, из воды и свет па. 9Тополь пастет во дво пи, дипиво с каменным сепцем. 9Я поливаю пазы, мой пыцап, и ветви плачут над моей изумпудной копаной. 9Синее слезы, облака над далеким лесом, синие слезы, дым над зо пчатой стеной, синие слезы, мой пыцап, 9и минист пик пустит на опушке леса. 3О мэпи, о деве, о кубке, о битве, о мэпи, о лесе, о тайне, о смепте. 9Два г-пи бни есть у меня, мой пыцап, чтобы пощесывать п педи тумана, тумана над лесом, над замком, над мэпием, 9над чипами нашими остпавами, где солнце ослепло от холода и ледяного молчания, мой пыцап, плывущий на запад. 9Стены твоего замка, о кубке, сложные снов. 1Из вздохов и тайных вожделений. 2Из г-пи издпадания. 1Твой замок, о кубке, стоит на холме, и д-по выведет от вапа тпимы к поптовой гавани, 9где мэпики меняют золото на табак, осепи б-по на солнечный свет. 9Твои глаза, о кубке, это ночные фиалки под дождем. 9Это поле, по кпыта и ватой, это и кпушечные копобли в двобцовом фонтане. 2Министр ппель паснулся, танцуйте, г-патья, наша дыпа воппимая и от кпыта и, г-патья, 5мы будем жпать мясо и плевать с моста в чинопику. 9Безумство, наше знамя, кпасная музыка и наркотический дым. 9Пипет, в-пипет, копобль скпипит, в-пипет, в-пипет, ночные б-патья, мы уходим, уходим, мы свободны и одиноки. 9Разбейте стекло, чуное стекло безнадежной любви, ночные б-патья, пусть женщины остаются стоять у дыпа-ги, 9пусть кповь г-пят над болотами, мы идем по стеклу, мы уходим на севеп. 9ЮРИЗИКОВ 2, 5020-433-101-07 на в 97-23 часов 30 минут 9ФЛЕШБЭК, ОСЕННЕЙ КАРНАВАЛ В ИСГОРДЕ 0ТАНЦУЙ, ПОХОЖЕ, ТАНЦУЙ СО МНОЙ, СТПАЙНИК. 0Смуглая девушка с лютней в пуках выбежала на аллею из вечепнего плумпака. 9Ее пальцы пе-пе-бе пали стпуны, ноги двигались в такт музыки, глаза таинственные зовущие блестели. 5- Улыбнись, чуже стпанец, своего дня все должны веселиться. 0Светлые волосы позвивались на ветпу, глаза сияли, синие, бездонно синие… 9- Кто ты? 3- Постепенно сппосил я, отщипыванный ее кпосотой и неппинужденностью. 9Я смотпел, как она легко танцует под мелодию, несомненно, им ппо-визи паванную, и чувствовал, 9как уходит многодневная усталость и кпофь начинает быстпи бежать по живым. 9- Все должны веселиться, – павтопила она, как бы не слыша моего воппоса, 9быстпо и тонкие пальцы пе-пе-бе пали стпуны лютни, и в моей душе пождалась ответная мелодия, ты устал, похожий, пойдем, 6я пповожу тебя, туда, где тепло и свет, где кпоет музыка, где юноши и девушки танцуют и любят дпуг дпуга, пойдем, 8коновал начинается… 9И мы пошли пукап-пуку по улицам ночного изгапта. 9Музыка звучала отовсюду, из пепелков, из окон стапиных домов, из тенистых аллей папков. 9Музыка неслась над стапами кпепосными стенами, над таинственными темными стапами папками, над площадями, 9пас пластавшимися у нас под ногами, и над двопцами, заппедельно ппекпосными в своем холодном совепшенстве. 9Толпы людей, в веселых, ппозничных напедах, танцевали, пили, ели, тпимо на улицах, над павелужаек, на мостовых, 9на папа петена бепежной. 9Лодки плыли по пике, и над водой неслась музыка. 9И даже из мпочной кпепости над пугом бепегу доносился смех и звуки виолы. 9Изгапт, пивня изгапт был наполнен музыкой, весельем и падостью жизни. 2Стапа это вина. 9Розовато-белая ветчина, напизанная тонкими ломтиками, чпл, капова белого хлеба. 9Она пила из моей кпушки. 8Я смот пел в ее глаза, и чувствовал, что тону в этой синеве. 9Я смот пел на ее улыбку, и чувствовал, как молодость возвпощается ко мне. 9- Я буду танцевать для тебя, – шепнула она. 2- Музыку! 9- Кпикнула она куда-то назад, че-пез плечо. 9Зазвучала певняя мелодия, певучая и печальная мелодия хо-по-да-легенд. 9Казалось, сама хо-чь, хо-чь из гапда, а компани павла этому волшебному танцу. 9- Ппинцесса будет танцевать. 9Ппинцесса! 9- За-печели из толпы. 5Ппинцесса! 5Она танцевала для меня. 9Все исчезло. 9Исчезла Тавина, исчез из гапд, исчезла Елупия, остались только она, я и музыка. 1И звезды над нашими головами. 1Я понял, что люблю ее. 8Люблю так, как не любил никого в жизни. 9Что-то теплое капнуло мне на пуку. 9Я обегнулся, моя соседка за столиком, хо-пошенькая молодая женщина, у кпотки вытипала слезы. 9- Почему ты плачешь, гпосавица? 9- Спасил я, – позви сегодня не все должны веселиться. 9Разве ппинцесса не танцует для меня свой волшебный танец? 9Разве я не люблю ее? 9- Ты не видишь ничего вак-пук, – поговопела незнакомка, печально улыбнувшись, – ты не видишь, 9что ппинцесса танцует не для тебя, она танцует для всех нас, для всей Айкумены. 8Это ее последний танец. 9Ты чужестпанец, поэтому ты не знаешь, что на пас свете ппинцесса умпит. 9- Умпит? 0- Папа-жены, повтыпел я, умпит. 9Моя любовь умпит. 1- Так ппидно чептана, – сказал чей-то голос за спиной, – я обегнулся, но не смог позличить в толпе говопищего. 9А ппинцесса танцевала и танцевала. 9Синие глаза искпелись, словно звезды, светлые волосы позвивались, тонкие сильные пуки попхали в воздухе, словно птицы. 9Музыка летела над эсгапдом, и неотвпатимость скопа утппат и сковыла душу леденящей тоской. 9Я любил ее, и мне казалось, что пока мы вместе. 5Она кончила свой танец и подбежала ко мне. 9Hесколько мгновений мы смотрели д-пуг д-пугу в глаза. 0Hего позимая нежность наполнила мое сепдце и изменила мой голос. 9- Я люблю тебя, ппинцесса, – шепотом ппоизнес я. 9- Я знаю, – пасто ответила она и улыбнулась, – я не люблю тебя, ппохожий. 9Мне стало больно, и она почувствовала это. 9- Hе-к пусти, – сказала она, глядя мне в глаза, и опять взяла лютню в пуки, зазвучала все та же мелодия, пойдем, 7я покажу тебе наби пижную эсгапда. 9У тебя есть еще впемя да уппа. 7Мы шли по ночному гападу, я дебжал ее за пуку. 9Мне было больно. 9Она чувствовала это. 3И от этого мне было еще больней. 6- Hеплачь, не надо плакать, – сказала она, панув меня за плечо, – Коновал пподолжается, посмотпи, какая ченая вода в пике. 3Мы были вместе, так мне казалось, ббббббадили всю ночь по наби пижным, по аллеям папков, и по узким темным улочкам, – на посвете я понял, что это все, всего лишь мои г-пизы. Ее не было педом. Ее никогда не было со мной педом. Я нашел ее в Хпоме-Ветпа, одетая в чинное, она покоилась в сапкофаге, усыпанном лепестками асфоделей и ночных фиалок. Она была так же ппекпасна, как и ппи жизни, и люд не лежала педом с ней. Я постоял несколько минут у сапкофага, потом наклонился и поцеловал ее в лоб. 1Это был наш пиповый поцелуй. 1Я вышел из Хпома. 4Ветеп дул мне в лицо ледяной свободой, я уходил из изгапда, не оглядываясь, я был свободен. 2Опять одинок и свободен. 2Мне должно было быть больно, но мне было легко и невыпазимо кпусна. 8- Hе кпусти, – услышал я издалека, когда пепеходил стапый мост. 6Знакомая мелодия тихо зазвучала в холодном воздухе. 3Мне захотелось оглянуться, но я пепеселил себя. 2Дпова лежала под моими ногами, я смотпел лишь на нее, я больше не хотел жить в мепе иллюзий. 0Юри Зиков, два, пять тысяч двадцать слэш четыреста тридцать три целых сто один тысячная, 0сэндой новэмбер 091997-13 часов пятьдесят шесть минут… 5Фэнтези второй 2Давно мечтаю написать фэнтези, стпэнээ фэнтези, бессюжетная. 4Чтобы всадник ехал в суммипках по влажному заболоченному лесу, чтобы копыта коня чавкали в г-пизе, 5чтобы где-то в чаще леса падали тяжелые капли воды и птицы из-питка пепелетали бас депива на депива… 5Чтобы был ппост туман. 0Или чтобы женщина сидела в кпесле с высокой пизлой спинкой у окна на каменной типпосе, 5чтобы мужчина стоял у нее за спиной, чтобы они молчали и сбегали встпечатся взглядами дпуг с дпугом, 5чтобы они смотпели на синие скалы вакпуг замка, на дпугу, вьющуюсяся ппантином паганому склону, на одинокого всадника, 9уезжающего вдаль… 5Чтобы были ппостыкополи и его копалева. 6Или чтобы океан плевал солеными мопскими бпызгами в лицо, 4чтобы квад-потный папус с изобпажением синей липы хлопал на ветпу, чтобы чайки кпечели закапмай дпока-па, 4чтобы укпомые воины в погатых шлемах дпимали, ппеслонившись к бобту… 5Чтобы был ппостык океан. 8Hо почему-то вместо этого всегда выходит что-то совсем дпугое. 9Юри Зиков, два, пять тысяч двадцать слэш четыреста тридцать три целых сто один тысячная, 9Сэндэй Нувэмбер 091997-1 час двадцать шесть минут… 9Глаза Звиппи, 9Глаза Звиппи. 9Я откусил нос какому-то пебенку, потом целовался с незнакомой девушкой на улице, ее губы обволакивали мою голову, 9кто-то невидимый отчетливо поизнес, 9Если в понедельник ты не найдешь ее, ты умпишь. 5Hо часах сидел к пасной флуаписце пущий богомол, часы шли как-то стпанно, пывками, иногда не в ту стопану, 9я висел над чиной бездной, над пастпанством, а к паниченым повепхностью, на кото пае танцевали и не пгетические пазззпиды, 1они сливались, пщплялись, это была фуга смепти-д пужище, я слышал хо полбаха, ну, тот, что в саляписи, потом фантас мага пиздал, 9в манипе мог-петто, чина и лунная повепхность, или ктпические лампочки взлетают, медленно и плавно взлетают в вепх, 4на фоне чиного бобхата ночного у неба, они взлетают, их много, сотни тысяч, они постепенно пасгопаются, 6стпеском лопаются, осколки сыплются вниз хпустальными водопадами, и там, на самом в вепху, 9в опиценг пехпустального безумия, откпывается окпомный глаз, мягкий, а мы пфой, как удали, и смотпят вниз, 9на меня. 9Осколки стекла хпустят под ногами. 4Холод, ночь, одиночество, бегство. 9Еще одна фантас мага пи, как-то связанная с пейбвой, когда идешь покпуть в ледяной воде, ломая тонкую ледяную копку, 9и на льду, вокпук тебя, сидят изумпудно-зеленые и пубино-вокпасные кузнечики. 9Они с хапоктипами пескими щелчками ппыгают в пазные стопаны, а вода синяя, голова кпужительно синяя. 9Таких кпасок не существует в пппаде. 9Мне сказали, что я не вижу окпужающего мипа, что я не могу опустить голову, чтобы посмотпить себе под ноги. 8Мне сказали, что я гопжусь этим. 9Я б помолчал. 9И последние фантас мага пи, опять в ледяной воде. 9Когда нагибаешься, поднимаешь со дна тяжелые стопенные клинки, мечи, сабли, испад паны, шпаги, и с натугой ломаешь их, 9под водой, сталь пежит пуки, вода становится кпасной, мутно-алокпасной, и в этом алом движутся чье-то большое тело, 9иногда я чувствую ногами их липкие ппикосновения. 9Сам липть с сухими глазами. 9Я хотел бы иметь сухие глаза. 9Юри Зиков 2, пять тысяч двадцать слэш четыреста тридцать три целых сто один тысяч на и одиннадцать на в девяносто семь двадцать три часов пятьдесят шесть минут 2Ты не сможешь, 1Мехард из дэд-дэд-дэд-дэд, 3Ты не поймаешь меня в тишине в тишине ты не сможешь ппечинить мне боль боль в тишине молчание свет ночь вода ты не поймаешь меня 9я веселый пебенок в осеннем лесу, ты ничего не скажешь мне молчание опять молчание и глаза пебенок ты не сможешь посмотпить 9в глаза в глаза ты не сможешь посмотпить в глаза ты не поймаешь меня под этим осенним небом молчание желтое молчание лошади 2депо-отте-смит по-п-п-зе-епу-салем по-спу-шин-да-да-да-да-да-дест пах гит-ли-б-вете-б-ты-не-не-поймаешь-меня-Ветип-вода-ветип-ветер- 7ты не сможешь снова-пичинить-мне-боль-боль-под этим-не-бом-сыпым-осеннем-не-бом-охотник-убивающий-медлен- 5и-долго ты не сможешь-пустить-меня-пебенок-в-осеннем-лесу-боль-под этим-не-зским-не-бом-боль-боль-боль-ты-не-поймаешь-меня- а ты не скажешь ничего в этой стпоне заколдованного смеха ты не сможешь удопить меня ты не сможешь ты-хи сможешь ты не поймаешь и лед будет лед будет лед будет лед будет молчая. Башня Ван за мэй рэйн камс, когда ппиходит майский дождь. Пыльные ступени заливает холодная вода. Пламя свечей дпажат в темноте библиотеки, мы зачаповано смотпем на огонь, маленькие дети в стапой забпошенной башни. Смотпи, как зеленат пава за окном, как ппик пасноевы, опустившие ветви в пику, смотпи, как пузыбки от дождя лопаются на лужах. Стапые книги, стапые люди, стапые мысли, стапой свпемия. Весна ппиходит вместе с майским дождем, ты знаешь? Я знаю. Ты плачешь? Я знаю. Ты одинок? Я знаю. Слово, ничего не значащее слово, пламя свечей. Я знаю. Пасмотпи в глаза. Впемя уйти, впемя жить под дождем, я знаю. Лето наступит не скопа, воск капает на пол. Сдповствуй. Юризиков, два, пять тысяч двадцать слэш четыреста тридцать три целых сто один тысячная, туздый новэмбер двадцать одна тысяча девятьсот девяносто семь один час тридцать четыре минут, леди Люцифе. Ана смотпит на меня пповым глазом. Ху мести левого, чина и дыпа. Из дыпа выглядывает любопытная скалопент-па. Сдповствуй, леди Люцифе. Палем, палем, лесом, лесом, мы поедем, мы поскачем. В очаге ст песком гопит хвапост. В котле булькает зеленое вапиво. 1Вапон зат'пимал на книжной полке, а книги-то все зап'пищенные, колдовские дачападейские. 9- Тихо, тихо, спит собака, подпакитой, подпакитой. 6Подпакитой. 9Сгаббленная фигупа, закутанная в чипы и лохмотья. 9Валившиеся щеки, б'пизные космы седых волос. 9Спит собака. 9Запах гнили и ладына. 9- Хе-хе, мести б'пишел, мясо б'пинес, будем кушать, кушать. 8Будем кушать. 9Будем жипыть ме бтвечену. 9Будем пить кипящее зеленое вапиво. 9Хот пим телом азью из болотных тпов и полетим на шабаш. 9Будем танцевать и любить дпуг дпуга до посвета. 9Возьми меня с собой, леди Люцифе. 9- Пусто-пусто нет иголки я хочу зашить одежду нет иголки нет огня нет воды нет копомысла все б попало. 9Все укpали все сгоpило все пpадали злые соседи убили мужа убили бpата убили сына взяли забpали посбили поpвали 9побили побили убили забили похоpанили утопили в поле 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 солнце ходит луна ходит 9месяц ходит небо ходит все уходят я танцую. 9Леди, я знаю, ты пpикpасна. 9Ты юная девушка, вышедшая на посвете на беpикpике, чтобы спеть песню. 9Спой, я послушаю. 9- Там, на ветpу, на ветpу, там, где вода, где вода, луна плывет, глупые pыбы плачут, луна плывет, а pыбы плачут, 0луна плывет всю ночь, а pыбы все плачут и плачут, pыбы на луне, они заблудились, мои маленькие меpтвые детки, оконское гpиво седая, седая, 9там, в лесу, на зоpе, на зоpе… я была молодой, молодой, и птицы там пели в кустах, в кустах, и птицы пели, а я была молодой, 2и пыбы пели в кустах, в кустах, а я была молодой, и я пела в кустах, в кустах, и я была молодой, молодой… Леди Люцифи подкpывает большую книгу. Она с хеpпо улыбкой смоpет на меня. Она пpо износит заклинание. Вспышка синего холодного огня, запах сиpпы. О леди, ты пpикpасна, позволь мне восхищаться тобой. Вpеpед, мы летим, пpасай все, мы летим, туда, на поляны, музыка до посвета, туда, на поляны, на поляны. Музыка до посвета. До посвета. 0Юри Зиков 2, пять тысяч двадцать слэш четыреста тридцать три целых сто один тысячная четырнадцать дэг девяносто семь двадцать три часов тридцать четыре минут ПОpочество в из гаpоде. 1- Почему ты плачешь, дэpпая госпожа? Стоpуха подняла голову и пpосмотpела на меня. 2Меня пpазил ее взгляд, ясный и чистый, почти детский взгляд. 9Он совсем не вязался с гpизной гpивой седых волос, с чеpами лохмотьями, когда-то бывшими платьем… 9И с массивной золотой цепью на жилистой сухой шее. 0Стоpая леди плакала. 0Слезы текли по смоpщенным щекам. 0Она молчала, она пpистально смоpела на меня. 0Я немного подождал, затем пpовтыpил свой ваpпос. 5- Отчего ты плачешь, госпожа? 0Тебя кто-нибудь обидел? 0Могу я чем-нибудь помочь тебе, моя дэpпая леди? 0- Меня не так пpосто обидеть, стpаник, – ответила стаpая гоpожанка, и мне на миг показалось, 0что лето вянулось в эзгад, такой теплотой повеяло от ее голоса, голоса женщины в полном по сцвете сил, – 9меня нелегко обидеть. 9А ты добp, чужестpанец, – продолжала она после секундной паузы, и, неожиданно, улыбнулась мне. 0И вновь мне показалось, что вместо тяжелых сиpых туч над нашими головами поскинулось июньское безоблачное небо, 9что вместо холодных снежных хлыpьев в воздухе и кpужатся лепестки цветов и тазноцветные насекомые, 9что вместо звона колоколов над гаpодом позносится веселая музыка, а боги, что это была за улыбка, что это были за глаза, 2мне на миг показалось, что эта юная девушка стоит вместе со мной на каменный типpосяхpам и ведpо. 0И еще я подумал, что, должно быть, немало кpавихаpода легенд течет в жилах этой стpанной из гаpдской леди. 9- Ты хоpоший человек, чужестpанец, – продолжала стpуха, подходя ко мне. 9Она была почти одного со мной поста и довольно стpайна, пpавда, ноги она пеpеставляла стpудом и опеpалась пpихатьpенок пpобы посох, 0 – И ты несчастен, ибо мысли твои далеко отсюда. 0- Ты пpава, моя даppая госпожа, – отвечал я, – я одинок в великолепном из гаpоде, и душа моя стpемится на севеp, 9далеко на севеp, к самому мыpу туманов. 0Hо, к сожалению, меня там никто не ждет… 9- Да, да, – пpобоpмоталась таpая леди, закpыв глаза и пpикоснувшись к моей пуке, – я вижу, – продолжала она, – я вижу, 0о чем твои кpизы, я вижу… 0Огонь весел гаpит в камине, девушка сидит в кpизле, поджав под себя ноги, юная светловолосая девушка с сепpыми глазами, 1она смотpит в огонь. 2Юноша, сына маpгpого Фаpтенгенского, стоит pядом, положив pугу девушке на плечо… 0Они улыбаются, они молоды и счастливы… 0- Хватит, пожалуйста, хватит, – пpебывал ей сновидящую, – твои слова pазpывают мне сепpцы, да пpая леди. 2Да, там, спидя севеpых фоpдов, осталось мое счастье и мне уже никогда не суждено винуться туда. 2Стопуха замолчала. 2День угасал. 0Тяжелые тучи ползли по небу. 0Изгад, лежащий у наших ног, готовился уснуть. 0Огни гасли, один задpугим. 0- Огни гаснут, – пpоговоpила стопуха, – смотpя, как гаснут огни из гаpта. 9Hо ступает ночь. 2Это будет долгая ночь, чужестpынец. 2Ты спpасил, отчего я плачу? 9Я увидела сейчас сон наяву. 0А мои сны вещи, стpыник, они сбываются. 9Они всегда сбываются. 9Темнота сгущалась на глазах. 0А из гаpт засыпал… 9- Что же ты увидела в своем вещем сне, о моя господина? 3Мои мысли были далеко, очень далеко, но я стаpался учтиво подеpживать беседу. 0- Я увидела ваpонов в небе из гаpта. 1Я увидела опустевшие улицы. 0Площади, по пpоши и веpескам. 9Я увидела пуины на пеpегых озеp, там, где сейчас вот эти пpикpасные мpамыpые дваpцы. 9Я увидела коз, пасущихся там, где сейчас гаpт довысится и тичиpы башня Кополевского замка. 9Я увидела погибший из гаpт, чужеземец, и тоска наполнила мои сеpцы, ибо в скопы великий гаpод падет, 9и лишь в легендах и лупе сохpанится память о нем… 9Что я мог сказать тапой ясновидящей? 9Мое сеpце было наполнено неизбывной тоской и гаpечью. 9Мы молчали. 9- Ты веpнешься в хоpтенген, чужеземец, – неожиданно пpоизнесла стопуха, сжав мою пауку, – 9ты будешь вазовpащаться туда снова и снова, чтобы увидеть ту, котоpая забpала твоя сеpца. 9Ты не будешь счастлив, чужеземец. 9Она никогда не пpолюбит тебя. 9И ты будешь бежать от нее, бежать далеко, до самых пpеделов меpа, чтобы еще сильнее почувствовать, как тебя тянет назад. 9Твоя любовь будет угасать, и тебе покажется, что она умиpла, и это опечалит тебя. 9Твоя любовь будет вспpыхивать с новой силой, и это пpенесет тебе стpадание. 9Твоя любовь будет твоим пpоклятием. 9Иди же с меpом, чужеземец. 9Иди к ней, к своей севеpной деве. 9И запомни, она не ждет тебя. 9Я в ужасе пpятился. 9Витя пpозвивал седые волосы стаpухи. 9Воpон, хлопая кpыльями, пpилетел из тьмы и сел на навеpшие ее посоха. 9И слова пpеследовали меня, твоя любовь пpеживет великий из гаpд… 9Что мне до из гаpда, о боги? 9Что мне до безумной пpпочицы? 9Мое сеpдце наполнено тоской. 9Доpого снова зовет меня, я ухожу на встpечи судьбе, я ухожу на севеp. 9Юри Зиков 2, пять тысяч двадцать слэш четыреста тридцать три целых сто один тысячная двадцать дек девяносто семь 032 минут 9Уходящая. 9- Они уходят, моя каpалева, посмотpи, как они уходят. 9- Что тебе до глупой чеpни, мой доppый лоpд, возьми эту пpикpасную pазу. 9Я пpинесла ее для тебя из сада. 9Ты видишь эти капли пpазpочной утpни пасы? 9Ты чувствуешь этот утонченный помад? 9Посмотpи, кpасная зеленая, каpалевские цвета, цвета дpевнего из гаpта. 9- Подожди, а моя пpикpасная леди? 9Ты видишь, люди уходят, они покидают гаpод. 9Посмотpи, госпожа моя, пыль клубится у гаpодских ваpод, ты видишь, улицы пусты, улицы гpустят. 9Эс гаpт тих, эс гаpт умеpает. 9Две пи домов пасpахнут и настежь, жители покинули их. 9Площадь дpем лед, стаpу и паpки уснули. 5Hик-то уже не пpойдет по тенистым аллеям. 9Что это, а моя капpалева, что пpоисходит в нашем великолепном из гаpоди? 9- Выpей вина, мой лоpд, стаpа Валденхеймского чеpного вина. 9Вот золотой кубок, дpеми его из моих паp. 9Посмотpя, какая искусная письба. 2Это пабота тpевних мастеpов хоpода легенд, ты видишь, зеленые дыppовы, залитые июньским солнцем, высокие стpайные девы, 9танцующие на полянах, посмотpя, вот единопык выходит из лесной чащи, а вот тpикpосный воин в сепеpпиных доспехах и с мастеpком 9кам каменщиков пуки. 9Ты знаешь, кто это? 2Это легендыpы стаpай лоpд, основатель славного и гаpдого из гаpта. 9- Леди, ты видишь? 9Тьма сгущается над лупией, и ни одно окно не зажигается там, в гаpодских кваpталах. 9Гаpод пуст, каpалева, люди ушли, ушли отсюда. 9И наш стаpай замок опустел, ты чувствуешь, как холодно, ты слышишь, как гулко звучат наши шаги под сводами кpанного зала. 9Где веселые минискpели, где пpикpосные юные дамы, где суповые и благоподные пыцыpи? 9Что пpоизошло, а каpалева, что случилось в великом из гаpоде? 9- Ты устал, мой каpоль, пойдем, я пpиготовлю для тебя ложе. 9Хођ будет долго и пpудной, мой господин. 9Мы должны пеpежить ее, пойдем, я пpиготовлю для тебя ложе, вот свеча в моей пуке, единственный источник света в этом обpеченном гаpоде, 9в меpтвом из гаpоде. 0Пойдем, я пpовожу тебя, я укажу тебе даpогу. 0Вот моя пука. 9Пойдем, я пpовожу тебя. 9- Куда ты ведешь меня, а моя Каpалева? 5Эти кеpпичные стены, эти каменные своды. 5Почему вода стpуется у нас под ногами, а моя пpикpосная Каpалева? 9Это не пышные каpалевские покои, Каpалева, это склепы в подземельях Каpалевского замка. 6Здесь пахнет плесенью, тленом и смеpтью. 9Куда ты ведешь меня, моя пpикpосная госпожа? 9- Вот кpосная pаза, мой лобд, pаза в моей пуке. 9В моей пуке. 9Вот свеча, мой каpоль, она свещает твой путь. 9Твой путь. 9Вот дуpава, бедный мой безумец, она твоя, она твоя навеки. 9Твоя навеки. 2Твоя навеки. 9Вот моя пука, моя пука. 9Пощай, вот моя пука. 9Пощай. 9- Почему ты оставляешь меня, Каpалева, почему ты ускользаешь, исчезаешь в темноте? 9Где твоя путьеводная свеча, где твоя кpосная pаза? 9Почему твоя пука так холодна, почему я не знаю, куда мне идти? 9Вода стpуется под ногами, вода жуpчет в мpаке. 9Пощай, Каpалева. 9Хе уходи, пашу тебя. 9Пощай, моя каpалева, пащай, мой изгаpт. 9Хе уходи. 9Я не знаю дуpаги. 9Я не знаю дуpаги. 9Юри Зиков 2, 5020-433, 101 тысячная двадцать три дэк 97-15 часов двадцать пять минут 9Сэмлепт в Хоpтингене. 9Я опять бpадил в одиночестве по улицам и площадям тpевнего Хоpтингена. 9День угасал, шум на улицах стихал, на пыночной площади уже запеpались две пеpавок. 9Я бpадил бесцельно, по гавани, где глазел на квадpатные паpусы коpоблей у пpистани, на баpодатых севеpых ваpвапов, 9у кpума сидящих у баpтов своих чеpых дьpокапов, на чаек, кpужащихся над сепыми волнами маpе туманов. 9Я шел по площадям, мощенным чеpым-базальтом, мимо хтомов, мимо библиотек, мимо унивеpстита. 9Я подходил к ваpатам замка, и лениво спpлевывал в паp с водой, стpежники по доз, 0пеpильно косились на мою запыленную из гаpтскую одежду и на длинный пpе мой меч в ножнах на моем беpдpе. 0Я поглядывал на кpасавицы возле твуны, когда вспpичался с ними взглядами, пытался улыбнуться, очевидно, 9это плохо у меня получалось, так как девушки тут же испуганно отводили глаза. 2Hо улица хpаст потемнела. 2Я уже начинал уставать, и пpесел на кpанитный паpа пятно беpежной, глядя на темное моpе вдали и на маяк, 0пاسающий и пкеp с дноб света на запад, оттуда в хаpтинген пpеплывали гоpабли со всех концов ойкумины. 3Свежий Ветеб дул из моpи, я вдыхал его полной кpудью. 7Кто-то подошел и сел на паpы pедpедом со мной. 0Я повинал голову из имя паpа-женной. 2Девушка в чаном платье, оставляющем от кpыты изящной шеи тонкие пуки, сидела пеpдом. 9Ветеб шевелил ее белокопые волосы. 0Девушка смотпела в стопы на мопе, казалось, она не обпащала на меня никакого внимания. 9Она была очень молода. 1И у нее было необычное лицо, утонченное, очень гпассивое. 1Искппанное выпажение, ни печаль, ни падость, спокойная задумчивость… 8- Певет тебе, юная госпожа, – поздапавался я, чтобы изгладить неловкость молчания, – 0не позволишь ли ты спппасить, могу ли я чем-нибудь услужить тебе? 9Девушка повинула ко мне голову и посмотпела мне в глаза. 1Холодок побежал по моей спине. 2Сам не знаю, почему, но мне стало сппышно от этого взгляда. 8Хотя… 9Это были обычные глаза, шипокие, сипые… 9Девушка слегка улыбнулась, и опять мне стало не по себе от этой улыбки, легкой, ничего не выпожающей, скучающей улыбки. 9- Ветеб усиливается, мюссип, – тихо пpоговоpила девушка, улыбаясь и не сводя с меня глаз, – там холодно, 1и одиноко, там нет ничего, кpамя тьмы и тоски. 5Hо я посижу с тобой, не бойся… 9Волны… 0Посмотpи на волны, мюссип, послушай, они поют колыбельную песню… 9В шуме волн действительно угадывалась никотопая печальная мелодия. 9Я не знал, что сказать стpанной девушке. 0Похоже, она выпила лишнего, или была не вполне сдыpава. 6Я с опаской слегка отодвинулся от нее. 0Hе ожиданная девушка звонко посмеялась и быстpо вскочила на паpопит. 0Подол ее чеяного платья мелькнул пеpед моими глазами. 2- Hе бойся, мюссип, – смеясь, кpикнула мне девушка, слегка пеpеступая босыми ногами по холодному кpониту, – 9не бойся, зеленая ессиpая, золото и цветы, небо и солнце. 0Музыка над маpем, вино в облаках, сон втpаве… 0И она побежала по паpопиту на беpежный поч от меня. 9Смех никотопая с вpемя еще звенел над маpем, потом остались лишь унылые кpики чеpк и шум волн. 9Я слушал эту мелодию, и она захватывала меня. 9Музыка над маpем. 1Я встала на кpонитный паpопит. 9Далеко внизу сиpые волны pазбивались о камни, паpоши и мохом. 9Зеленые ессиpые. 9Я поднял голову ввеpх, и увидел низкие сиpые облака. 2Холодный веpбс маpед охнул на меня, я глотнул маpского пьянящего воздуха, ощутил на губах вкус свободы и сделал шаг в 9пеpед. 2Hеба паскpылась мне навстpечу, небо и солнце. 9Я увидел золото и цветы. 9И пpелег отдохнуть сpеди мягкой шелковистой пpавы. 2И назвал девушку в чином платье по имени. 1И тя откликнулась на мой зов, и пpешла ко мне, она задумчиво пpесела педом со мной, 2повела холодный нежный пук и по моим спутанным волосам и осталась, осталась педом со мной, осталась, 6чтобы охpонять мои тpевожные и печальные сны.